Тимур Витальевич Уже в 13 раз, шутка ли сказать, данная конференция собирает этот зал. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за то, что вы приехали. Уважаемые студенты, в зале присутствуют студенты первого курса, профили периодической печати, международная журналистика, национальная журналистика. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы здесь. К сожалению, вместимость зала ограничена, поэтому уж выборочно пригласили. Пригласили бы всех, но, к сожалению, мест не так много. Приветствуем всех участников пленарного заседания конференции. Открываем его. Вчера у нас был с вами такой культурный день, у нас было очень много экскурсий, познавательный день, ну а сегодня мы с вами поработаем. Уважаемые участники конференции, я приглашаю к микрофону для приветственного слова председателя Союза журналистов Республики Татарстан, заместителя председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Римму Атласну Радникову. Римма Атласна, спасибо, что вы каждый год с нами. Добрый день, уважаемые участники конференции, дорогие гости Казани. Ну, стало доброй традицией, мы в 13-й раз проводим эту конференцию «Информационное поле современной России. Практики и эффекты» в Казани. И хочу сказать, что мы город свой очень любим, мы патриоты и Татарстана, и Казани, и очень радуемся, когда к нам приезжают гости. И очень хочется, чтобы город наш вам понравился, и чтобы вы потом еще имели желание здесь побывать не раз. Я хочу поприветствовать вас от имени нашего журналистского сообщества. Я являюсь председателем Союза журналистов много лет, и избрана депутатом Государственного Совета, и заместителем председателя нашего парламента. И от имени парламентария в Татарстане тоже хочу вам передать самые наилучшие пожелания, поскольку и председатель Государственного Совета, и, ну, многие наши, и министры, и члены правительства, и президент республики, вот они не чужды им эти вопросы о медиасфере, в их постоянном круге их внимание находится, и поэтому, ну, для них это тоже интересно. Фарид Карулыч Мухаммедш, он председатель Государственного Совета, вам просил передать вот отдельные свои приветствия. У нас в Татарстане выстроены взаимоотношения власти и прессы, мы считаем, что выстроены и довольно эффективны, хотя, наверное, кому-то они покажутся довольно жесткими, поскольку, ну, недостаточно либеральными, скажем так, и журналисты наши об этом тоже иногда говорят, я уж это скрывать не буду, но, во всяком случае, они очень ясные, они очень понятные, они очень выстроены, что в настоящее время, вот в нынешних условиях, значит, наших российских, это, наверное, тоже хорошо. У нас поддерживаются следствия массовой информации социально значимые, детские, молодежные, национальные, и эта практика уже началась с 90-х годов, и она продолжается, это с одной стороны, и с другой стороны у нас, конечно, достаточное количество, достаточно большое количество, ну, скажем, негосударственных, я уж не могу их назвать независимых, ни государственных средств массовой информации, и политика государства по отношению к ним, ну, мягко скажем, не вмешательство, они работают абсолютно самостоятельно, но и в то же время настоятельное требование соответствовать законодательству. Это по отношению ко всем, к СМИ, я думаю, что это тоже нормальная такая практика. В республике Татарстан своя, как принято считать, эффективно действующая система средств массовой информации, мы ее не считаем под системой, вот, федеральных системы, да, она все-таки самостоятельная, она своя, хотя, безусловно, мы находимся в едином информационном поле России. То, что мы сохранили в учредителях средств массовой информации, ведущих и влиятельных СМИ, органы государственной власти, не считаем, что это зазорно, особенно вот в нынешних условиях, информационных, такой, информационных угроз. Но это вовсе не значит, что, значит, вот эти, ну, так называемые государственные СМИ беспечно себе поживают на государственном обеспечении. Нет, они получают субсидии всего-навсего на покрытие своих убытков. И, ну да, они, конечно, убыточны в большинстве своем, но поскольку это социальная необходимость, государство эти средства закладывает. Вот сейчас у нас в парламенте начался бюджетный процесс, и на средства массовой информации там заложено 1,2 млрд рублей. Ну, у нас более 100 средств массовой информации, которые подпадают под это финансирование. Безусловно, это вызывает вопросы, и на уровне России эти вопросы также обсуждаются. Что это такое, что это за деньги? Это пиар власти, это пиар для губернаторов, почему они столько себе позволяют денег закладывать? Ну, я считаю, что нет. Ну, вот я как человек, который много лет в журналистике проработал, поскольку люди должны знать, чем власть занимается, что для них делает хорошо, что, может быть, делает недостаточно или делает плохо. Все это необходимо. Тем более, что в Татарстане вот эти процессы и развития, и изменения в экономике, в социальной сфере, они довольно-таки значимы, они очень-таки, ну, видны. И без такого вот, ну, прямого, я бы сказала, диалога с людьми власти прожить сегодня невозможно. У нас постоянными, ну, таким в практике в нашей стали встречи президента, председателя Государственного совета, членов правительства, то есть я имею министров с редакторами, с журналистами, они встречаются в разных форматах, в том числе и в неформальных. Ну, постоянные брифинги, пресс-конференции, то уж я об этом вовсе и не говорю, это как бы в их интересах. У нас немало конкурсов отраслевых для журналистов, ну, один из них это «Хрустальное перо», это наш большой республиканский конкурс, который проводит агентство «Татмедиа» совместно с Союзом журналистов, где призом главным является автомобиль, и мы его обычно выдаем, жюри, комиссия по журналистским премиям определяет, вовсе не тем, кто лучше хвалит власть, а, как правило, это уже наши ветераны, которые очень много сделали для развития медиасферы. У нас есть большой конкурс «Многолекая Россия», мы его тоже уже проводим вот в седьмой раз, и в этом году, вот буквально вчера у нас собиралось жюри этого конкурса «Многолекая Россия», из 52 регионов Российской Федерации поступили, ну, почти там чуть не полторы-две тысячи материалов, и там тоже приз – это автомобиль. И обычно эти автомобили достаются не нашим журналистам, а тем, которые, ну, присылают материалы свои из других регионов России. Ну, гранты есть, вот грантовая система выстроена, но если у нас есть проблемы, они безусловно есть, потому что сегодня в системе, вот в «Татмеде» в том числе, происходит очень серьезное изменение, оптимизация там идет, поскольку у нас в СМИ достаточно много на государственной такой поддержке находится, оптимизация необходима, и тиражи там, честно скажем, не такие уж высокие, если говорить о печатных СМИ. Эти проблемы мы стараемся обсуждать. Если их не обсуждать вот по инициативе, так сказать, самих учредителей, то они в любом случае, поскольку есть достаточное количество негосударственных СМИ, так или иначе, они выходят в публичное пространство и все равно получают озвучивание, и не всегда, скажем, ну, иногда однобокое. Вот, допустим, у нас был буквально, вот сейчас, я сказала, идет бюджетный процесс. Позавчера было заседание комитета, вчера заседание комитета по науке, образованию, культуре и национальным вопросам, где журналисты ставили вопросы о своих гонорарах, это для них важный вопрос, и вообще, в целом, о заработной плате, не только в медиасфере, но и в сфере культуры, социального обеспечения и так далее. Эти вопросы открыто обсуждаются всегда, и если вопросы поступили, то они передаются в Министерство финансов для аналитики, ну, и по мере возможности. Понятно, что ситуация непростая в экономическом плане, бюджет очень сильно дефицитный, но, тем не менее, я думаю, что мы имеем какие-то шансы на понимание. Ну, ясно, что я могу долго об этом рассказывать, потому что это, на самом деле, вот, со своими чертами такими, медиасфера наша в Татарстанской, но и в то же время мы понимаем, что в каждом субъекте Российской Федерации свои возможности для выживания и развития, и сколько субъектов в России, столько и практик, собственно говоря, вот мы их, наверное, и собираемся обсуждать. Но есть типовые проблемы, есть успешные практики, и по их преодолению этих проблем, и хотелось бы, конечно, об этом тоже услышать, доклады. О региональных СМИ хочу чуть-чуть сказать, поскольку региональные средства массовой информации вот оказалась тема нынешнего 2016 года, и много по этой теме прошло различных форумов и разных форматов обсуждения, и проблемы, вот, ну, может быть, их надо и перечислить, сейчас я буквально вот штрихами только хочу на них остановиться. Значит, вот, да, на тех форумах, где это обсуждалось, и в какого рода были проблемы. Значит, в начале года в Ставрополе прошел форум Общероссийского народного фронта, и было дано поручение президента России об уточнении критериев отнесения СМИ и категории региональные средства массовой информации. Ну, вот, в законодательные проблемы, как бы, они, ну, может быть, не всегда выходят на первый план, но они есть, но я, правда, вот себе плохо представляю, как можно в законе о СМИ отдельно выделить региональные средства массовой информации, потому что наш закон ныне действующий, который мы любим и уважаем, потому что один действительно из демократичных, самых демократичных законов России, хотя в него уже внесено немало изменений, он никак не выделяет, не разделяет средства массовой информации на какие-либо там, значит, вот региональные, там, корпоративные, федеральные, там, или какие-то. Перед законом все равны, все они средства массовой информации. Если мы обозначим, а это будет довольно сложно, вот статус какой-то вывести, что такое региональное средство массовой информации, но если как-то попытаемся обозначить это, то тут же встанет необходимость идти дальше, поскольку разных типологий она большая СМИ, и каждого там прописать будет, наверное, очень сложно. В Санкт-Петербурге в апреле прошел медиафорум «Независимость региональных и местных средств массовой информации. Правда и справедливость», в ходе которой были обозначены актуальные вопросы деятельности СМИ, получение финансовой поддержки, вот о чем я сказала о нашем опыте, производство и распространение средств массовой информации. Здесь тоже очень много проблем, в том числе и в нашем продвинутом Татарстане, который по очень многим там экономическим позициям, по качеству жизни еще многим-многим позициям занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Но вот что касается по распространению средств массовой информации, у нас, наверное, такие же проблемы, как и во многих субъектах, Российской Федерации, это и сложные взаимоотношения с Почтой России, это повышение тарифов. У нас еще очень слабая дистрибуция, то есть распространение продажи через розничную сеть, поскольку мало киосков, и здесь мы вот, к сожалению, не на передовых позициях. Ну и Балтийский федеральный университет имени Эммануила Канте, летом уже прошли общественные слушания региональной СМИ, законодательное обеспечение деятельности и проблемы развития. То есть вот эта тема, она как бы вот, ну вот на пике, что ли, я бы сказала, да. И на всех этих форумах участники говорили о том, что, значит, вот, включение, что, значит, вот как выстроить взаимодействие с властными структурами, поскольку, и как получать поддержку в то же время, да, вот из бюджета, такую имеют двойственную природу, преследуют цель удовлетворения информационных потребностей людей. С одной стороны, и это важнейшая, конституционная их потребность, и наша задача эту роль выполнять, да. Ну и с другой стороны, и не только отдельной личности информационных потребностей, так и общества в целом, публичного выражения общественных интересов. А с другой стороны, деятельность СМИ направлена на получение дохода от реализации информационного продукта. Это тоже вот у нас такая точка напряжения, скажем так, или линия напряжения среди СМИ, которые получают поддержку из бюджета, поскольку, ну, на самом деле, вот такую золотую середину найти здесь очень-очень непросто. И это продолжалось, вот обсуждение этих вопросов на разных площадках, я знаю, значит, отслеживала по интернету, и в Воронеже, и в Краснодарском крае, в Челябинске были такие дискуссии, у нас в республике тоже были, мы немало таких форумов провели, и в том числе и, ну, всероссийских мы их называли, приглашая сюда коллег. Ну, и что-то удалось здесь делать, в том числе и с почты России положительные, чуть-чуть какие-то сдвиги наметились, они, да, начали давать льготы на поддержку социально значимых газет и журналов, пострадавших от резкого роста тарифов. Наши доторстанские тоже, кстати, социально значимые средства массовой информации получили эту поддержку, но, тем не менее, все равно вопрос этот еще довольно сложный, и его надо обсуждать, и именно вот в практическом таком ракурсе. Ну, я, наверное, и дальше еще много бы могла говорить, у меня на самом деле есть тут что написано, но я думаю, что поскольку я уж ведь вот взялась-то приветствие тут произносить перед вами, хотела бы пожелать вам, чтобы, значит, вот вы обсудили именно, ну, более что ли, может быть, это моя точка зрения, более практическом, что ли, приложении, это тоже важно для сегодня, и, я думаю, и для студентов тоже, вот понимание того, чем сегодня живет и журналистика, и сама вот эта медиаотрасль, поскольку у нас еще, я вот больше говорила о печатных средствах массовой информации, у нас очень вот такие кардинальные, глобальные изменения начались в сфере телевидения, вот с этой проблемой попадания в мультиплексы, у нас и сами тут, значит, своя такая внутренняя, очень большая идет перестройка, и очень-очень непростая, которая связана и с сокращением журналистских кадров, и с перемещением их из одного средства массовой информации в другую. Здесь, конечно, наша точка зрения, чтобы, да, учредители имеют право это делать, но самое главное, чтобы при всех этих пертурбациях не нарушалось наше законодательство. О кадровом голоде можно много говорить, и я думаю, что это и здесь, вот в этой аудитории, будет очень понятная проблема, и то, что у нас создана высшая школа журналистики в Казанском федеральном университете, и что здесь начались такие тоже очень позитивные изменения, они наметились, они уже видны, и вот мы с Леонидом Григорьевичем буквально позавчера встречались, тоже тут такой очень содержательный у нас был разговор о том, чем мы можем помочь в этой работе, хотя мы понимаем, что это федеральный университет, что здесь свои стандарты обучения, но тем не менее взаимодействие такое, оно просто необходимо, поскольку выпускники, конечно же, будут работать в наших средствах массовой информации, но то, что вот такие задачи поставлены, да, Леонид Григорьевич, конечно, это нас очень-очень радует, и я думаю, что мы можем ожидать в скором времени, ну, таких положительных изменений. На этом позвольте мне завершить свое длительное приветствие, на которое я заявлялась, но на самом деле вопросов у нас много, совместных, и мы постоянно в таком диалоге, и Союз журналистов, и наш парламент, их обсуждаем и стараемся решать. Всем вам желаю хороших докладов, и вижу, что очень много интересных людей, специалистов в этой сфере прибыло сегодня в Казань. Еще раз вас приветствую от души. Спасибо, Римма Атласовна. Слово предоставляется первому проректору Казанского федерального университета, доктору социологических наук, профессору Мензарипову Риязу Гатауловичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, участники конференции, гости наши, которые приехали к конференцию. Продрешите мне от имени ректора нашего университета, Решатор Каджи Гафор, и от себя лично приветствую о стенах одного из старейших университетов России, который, на мой взгляд, тоже сыграл значительную, а может даже исключительную роль в становлении и развитии средств массовой информации нашей страны и зарубежья. Наверное, трудно сегодня переоценить роль средств массовой информации в жизни современного общества. Как подчеркнул наш президент Владимир Владимирович Путин в своем приветствии делегатам, проводившего в апреле 13 года съезда Союза журналистов России, честное слово, журналисты имеют огромный вес. И сегодня, когда растет число средств массовой информации, появляется новая информационная технология и новые возможности, активные, ответственные позиции СМИ, по-настоящему независимые и смелые журналисты, как никогда востребованы необходимые России для эффективного демократического развития, укрепления гражданского общества, для решения важнейших задач. Журналисты, подготовленные к нашему университету, неизменно отличают высокое мастерство, следуем принципам профессиональной этики, уважения чести и достоинства людей, которые становятся объектами их профессионального внимания. За 55 лет своего существования наш университет, точнее имеется в виду участвование журналистского отделения, наш университет выпустил около 6 тысяч журналистов. Это очень большая и хорошая армия. Наши питомцы строятся практически во всех городских и районных изданиях, телерадиокомпаниях, интернет-редакциях Татарстана, немало их среди руководителей средств массовой информации республики, страны, в органах государственной власти. Обретение Казанским университетом статуса федерального вуза открыло новую возможность для подготовки специалистов СМИ, которые теперь происходят в рамках, созданных в феврале этого года, Высшей школы журналистской и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Сегодня открываются лаборатории научного и образовательного предназначения, новейшие медиа-центры, творческие мастерские разного формата, активные интернет-редакции на план новой дисциплины, отражающей деятельность современных масс-медиа, совершенство подготовки в области телевизионной журналистики. На среднесрочную перспективу мы ставим такую амбициозную задачу, а именно сформировать лучшую в Российской Федерации базу медиа-образования, медиапрактики и медиакомпетенции. Важной особенностью обучения наших журналистов является то, что они постоянно связаны с практикой, и ее базой служит современный судебно-монтажный комплекс, который у нас есть, современный и оснащенный по последнему слову техникой учебной медиа-центры. Студенты на постоянной основе участвуют в деятельности пресс-центра КФУ, сотрудничают с газетой Казанский университет, выходящим на тарскому языке изданием Даррил Фонун и нашей телевизионной компанией Универт ТВ. А также очень тесно сотрудничают и работают в республиканских и федеральных СМИ. Примечательно, кстати, вот об этом я хотел тоже сказать, что дом, в котором сейчас живет и работает высшая школа журналистики и медиакоммуникации, построен на историческом фундаменте первой университетской типографии. Это тоже какая-то историческая преемственная связь такая. Уверен, что конференция будет способствовать не только разработке важных вопросов журналистской науки, но и повышению качества подготовки журналистов в нашем университете и других научно-образовательских центрах страны. Проблемы, которые есть в журналистике, ну, о них очень хорошо, по-моему, сказала Римма Атласовна. Я поэтому хотел пожелать в своем заключении успешной вам работы, новых тур с достижением, здоровья вам, коллеги, и благополучия. Спасибо. Спасибо, Илья Заготовулович. Далее слово представляется директору Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, доктору философских наук, профессору Михаилу Дмитриевичу Щелкунову. Но, несмотря на то, что, может быть, Михаил Дмитриевича нет сейчас в программе, в электронном варианте программы его фамилия есть, слайд есть, поэтому... Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемый президиум. Спасибо. Я буду краток. Здесь уже много очень говорилось о значении наших публичных мероприятий в сфере журналистики. И очень приятно осознавать, что Казанский университет, наш институт, уже 13-й раз подряд принимает эту представительную конференцию. Наверное, большая заслуга в этом, в первую очередь, и со стороны Романа Петровича Баканова, который является бессменным движителем, мотором этого мероприятия. Нынешняя конференция проходит под эгидой одного из наших достаточно таких автономных подразделений Высшей школы журналистик и медиакоммуникаций. Здесь уже и в выступлении Ряда Стаулча, Мензарипова и Рима Атласна-Ратникова говорилось о том, что Высшая школа – это уникальная структура, которая, в первую очередь, на основе качественно модернизированной технической базы призвана стать таким прорывным центром в развитии республиканской и, конечно, отечественной журналистики. Но хотел бы обратить Ваше внимание, что бесспорно центральной фигурой все-таки этого процесса остается личность самого журналиста. Как бы мы не восхищались новыми шоу-румами, ситуационными центрами, лабораторными помещениями, мастер-классами ведущих представителей медийной сферы, все-таки главное – это те качества, с которыми Вы, будущие акулы-пера, камеры, микрофона, выходите в жизнь. От того, насколько четко и аккуратно расставляете акценты в своих публикациях, насколько глубоко мыслите, насколько чувствуете дух времени, насколько сохраняете верность традиционным ценностям, без которых немыслима российская и татарстанская действительность. Этим, наверное, будет мериться успех того, кого мы видим на выпуске в нашей новой структуре. Желаю Вам интенсивного общения, хороших дискуссий и, конечно, конструктивных и эффективных результатов. Спасибо, Михаил Дмитриевич. И слово для приветствия представляется директору Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, кандидату социологических наук Леониду Григорьевичу Толчинскому. Спасибо. В общем-то, все основные слова были, уже прозвучали в тексте приветствия ректора, обращения ректора нашего университета к участникам сегодняшней конференции. Поэтому повторяться здесь не стоит, мне кажется. Все там очень правильно, четко изложена диспозиция о том, как сегодня смотрит Казанский федеральный университет на медиаобразование, на его перспективы, на все то, что происходит в целом медиаотрасли. Вообще вот про медиаотрасль мы так случилось в этой жизни, выбрали себе такую специальность, такой вид деятельности, такой отрасль, которая виновата во всем, что плохо, и не причастна ко всему, что хорошо. Это накладывает особый всегда такой драйв, если хотите, в то, что делает всегда медийщик. И вот та ответственность, та особая фигура, личность, те особенности личные, о которых сейчас говорил Михаил Дмитриевич, они, конечно, в этой ситуации всегда бывают очень важны и значимы. Медиа сегодня являются реальными соучастниками, об этом уже не соучастниками, и мало кто об этом уже спорит, а самодостаточными акторами всех социально-политических, экономических процессов. Они часто над ними давлеют, можно об этом много говорить, рассуждать, проводить конференции, но мы уже видим, что войны проводятся сегодня гибридные. Не очень люблю этот термин, но вообще принят уже в мировой практике гибридные войны, когда информационные полки выходят первыми, а дальше, может быть, пушки уже и не нужны, когда будет все поле зачищено соответствующими инструментами. Вчера многие из приехавших гостей смогли ознакомиться с какими-то деталями того, что модернизируется сегодня в рамках высшей школы. Я думаю, получили определенные впечатления и настроения. Хочется верить, что позитивное. Поэтому не буду на этом снова останавливаться, на тех изменениях, которые происходят в рамках сформированной высшей школы журналистской медиакоммуникации. Хочу еще сказать, что это, конечно, особенность этой конференции, которая проходит 13-е по счету в пятницу. Очень нормальная, удачная и уже под новой крышей высшей школы. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть еще одна хорошая информация. Я вчера некоторым коллегам об этом говорил. Следующий год в Казанском университете будет объявлен годом 55-летие журналистского образования в Казанском университете и в целом в Павловском регионе, потому что это была первая медиашкола в округе, что называется, годом, годом, ни днем, ни декадой и так далее. Это чрезвычайно важно. И наш ректор очень поддержал, сам возглавив оргкомитет этого события, этого года. И я думаю, что в течение этого периода, используя вот этот настрой, момент, вашу поддержку, безусловно, об этом я хотел сказать в завершении, но, может быть, и сейчас время сказать, что без поддержки коллег из регионов, из крупнейших вузов нашей страны, Риас Гаталович правильно заметил, у нас амбициозная задача стать лучшими, а что не стать-то лучшими, да? Когда у каждого есть свои проблемы, мы про них все знаем, и есть возможность, учитывая эти ошибки, эти проблемы, эти недостатки, эти, возможно, интересные пути решения, которые почему-то по каким-то причинам пока не нашли свое воплощение, в полной мере применить у себя весь тот инструментарий возможностей, который дает нам вот этот новый, достаточно системный, стратегический подход к изменению в подходах к медиаобразованию в Казанском федеральном университете. Кроме того, мы заручились, что тоже для нас очень важно, вот и Рима Атлас наговорила, поддержкой союза журналистов, это очень важно, потому что профессиональные сообщества, находящиеся в стране от процессов подготовки, стратегических процессов подготовки будущего поколения, медийщиков, да, это катастрофа. Мы должны быть только вместе, и медиаобразование одной, вообще медиаотрасль одна из немногих, медиаобразование все-таки, да, одной из немногих, которые, вот, практика ориентированная на более чем даже 100%, потому что практика должна происходить здесь и сейчас, наравне с поглощением фундаментальных знаний. Здесь вот сказать, вот сегодня я фундаменталист, сегодня изучаю нечто очень значимое, а потом где-то это применю на практике, вот, наверное, две такие сферы есть, это IT-технология сегодня, это самая динамичная развивающаяся медиа, и не зря они друг друга питают, и не зря одна без другой жить сегодня уже не в состоянии. Я вот, на днях к нам приезжали представители московских и новосибирских университетов, айтишники, и говорили, у нас есть замечательные технологии, платформы, продвижение у нас с контентом проблемы. Вот, медиа являются сегодня даже по отношению к IT-технологиями основными и заказчиками, и потребителями, хотя мы признаем, что IT-технология, это технология номер один, двигающая сегодня, ну, весь наш, в общем-то, мир, и существенно его меняющие, уже изменившие. Сама тема сегодняшней конференции звучит, ну, уже традиционно, да, и все-таки, вот, слово «Россия», вот, как говорилось, как медиа сегодня разделить на терминологии региональные, нерегиональные, очень трудно вообще и невозможно, опять же, учитывая технологии, которые используются сегодня для распространения контента, и, наверное, тема должна уже 14-й, давайте на 13-й, может быть, эту тему оставим дальше расширять, уже говорить все-таки о мировом, оно глобальное пространство, медиапространство, сегодня границ не имеет, и не зря мы даже вводим с Нового года на уровне магистратуры пока подготовку по медиа-аналитике, понимая, что сегодня недостаточно специалистов и наших с вами знаний о том, вообще, как информация движется, каким образом тот контент, который произведен где-то, глубоко, в регионе, возможно, в глубинке, да, вот, в той самой региональной прессе, которую хотят так обозначить кто-то, она каким-то образом вдруг выстреливает и делает шум на весь мир, слишком много платформ, слишком сильные технологии и слишком неизведанные пока пути движения информации, ну, слишком высока, соответственно, и ответственность тех, кто этот контент производит на всех языках, независимо от того, что он хотел, может быть, даже изначально сказать, эффекты получаются совершенно разные. Я же не говорю о проблеме новых медиа, которые все больше становятся нашими, долго спорили, они нас вытеснят, не вытеснят, да, оказалось, это хорошие, интересные союзники, сильный инструментарий для пополнения своих возможностей, и это тоже, конечно, было бы хорошо, если бы в дальнейших конференциях, ну, хотя уже сегодня здесь заявлены целый ряд выступлений, которые так или иначе будут нас выводить и на эту тематику. Ну, и вот, наверное, вступительное, на этом можно завершать слово, потому что самое-то главное, что может происходить на конференциях такого рода, это обмен мнениями, обмен теми докладами, которые концентрируют себя на работе последнего времени наших коллег, а в школе я говорю, что без коллег мы никто, то самое время коллег послушать. Я желаю вам полных и безграничных успехов на НИВе профессиональной и образовательной, и научно-исследовательской, и, что очень трудно, но очень важной и прикладной деятельности, и очень надеюсь, что большая, значительная часть сегодняшних выступлений, тех выступлений, которые будут готовиться, и материалов для дальнейших наших встреч, дискуссий, конференций, они станут серьезным оружием, раз уж терминогибридных войн говорим, военных, серьезным оружием для практиков, которые нацелены на то, чтобы это медиапространство завоевать, в нем царить и нести, и нести в том числе и те черты человечности, гуманности и позитива, ой, как это трудно, позитив нести, вот, рассказывая о реалиях и все-таки. Поэтому успехов вам! Спасибо, Леонид Григорьевич! Давайте проводим аплодисментами первого проректора Казанского университета и Римму Атласовну, да? Спасибо большое, коллеги! Спасибо большое! Спасибо, Рияз Готовович! Спасибо, Римма Атласовна! Да! Спасибо большое! Давайте проводим аплодисментами, коллеги! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Уважаемые коллеги, продолжаем работу пленарного заседания. Я, с вашего разрешения, хотел бы ознакомить вас с небольшой статистической информацией. На нашей конференции, в работе нашей конференции принимают участие коллеги из Москвы, Пензы, Чебоксар, Тольятти, Екатеринбурга, Челябинска, других городов России, Перми, конечно же, как без Перми, и других городов России. В сборнике представлены доклады коллег из Белоруссии, Израиля, Китая. Напомню, что в июле этого года, в частности, вот, 9 июля этого года, Казанский университет стал партнером Союза журналистского образования, вернее, даже, наверное, членом, надо так сказать, Союза журналистского образования вузов Китая и России. И вот, лично довелось присутствовать на подписании этого договора в Пекине. И наши коллеги из Китайского народного университета пока, к сожалению, не смогли лично присутствовать. Статья представлена в сборнике, возможно, на 55-летие журналистского образования, уважаемые коллеги, которые будут отмечаться через, в следующем году, скажем так, поскольку Леонид Григорьевич уже сказал, целый год мероприятий у нас будет, я, уважаемые коллеги, пользуюсь случаем, пользуюсь этим микрофоном, хотел бы вас всех пригласить на эти наши мероприятия, о которых мы будем, конечно же, вам сообщать. Сборник нашей конференции это 73 статьи, 440 страниц, 95 авторов статей. Очень приятно, что это не только профессора, доценты, преподаватели, но и магистранты, аспиранты, студенты, журналисты практики. Еще раз пользуюсь случаем, приветствую уважаемых коллег, не только тех, кто очно, но и заочно, благодаря нашим интернет-трансляциям. Тимур Витальевич, уважаемые, пожалуйста, тоже хэштеги посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги. В зале ведутся трансляции в Твиттер, в Инстаграм, в социальные сети и в работе секции сегодня со всех площадок нашей конференции наши коллеги, которые по разным причинам не смогли приехать в Казань, они тоже с нами, они тоже присутствуют на конференции и задают вопросы, могут задавать вопросы, и поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые корреспонденты социальных сетей, вы в зале, я вас вижу, спасибо вам за вашу работу, я буду обращаться к вам после докладов с вопросом, нет ли у нас вопросов из социальных сетей, и если будут у нас вопросы из социальных сетей, пожалуйста, поднимайте руку, я знаю, кто ведет трансляцию, я вас вижу в зале, я обязательно буду давать слово вам и обязательно буду давать слово нашим спикерам, которые не в Казани. Поэтому я предлагаю поприветствовать аплодисментами наших участников конференции и на гору них. Ну а мы продолжаем работу нашей конференции. Спасибо большое нашим гостям, кто сказал приветственные слова, такие теплые, очень приятно. Работаем дальше. И у нас в программе конференции заявлено несколько докладов. И я, прежде чем представить слово первому спикеру, это будет Александр Алексеевич Чертыничный, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, факультет журналистики. Я хотел бы буквально два слова сказать о регламенте наших выступлений. Предлагается регламент, заявленный в программе, доклады до 15 минут с обсуждением где-то минут 5-7. Уважаемые коллеги, будут ли возражения или дополнения по поводу озвученного регламента? Ну, если возражений нет, тогда давайте примем такой регламент. Мы с вами работаем в интервале до 12 часов 30 минут, тире 12 и 40, чтобы была возможность потом спокойно покушать, настроиться на рабочий секционный лад и уже потом работать по секциям. Дополнительное объявление я дам. Уважаемые коллеги, хэштеги конференции представлены. Подписывайтесь, добавляйтесь, выкладывайте свои фотографии, давайте обмениваться. Хэштеги есть. И чем больше фотографий будет, тем больше мы друг к другу, я думаю, может быть, даже сблизимся. Ну, а теперь я тогда приглашаю первого нашего сегодня уже докладчика, докладчика, имеется в виду с научным докладом выступающего, уважаемый профессор. Очень рады видеть далеко не первый год с нами профессор кафедры, ну, периодической печати Московского государственного университета, факультет журналистики, Александр Алексеевич Тертычный. Доклад Александра Алексеевича заявлен в программе как «Научно-популярные СМИ. Основные направления исследования». Подготовиться для доклада Реве Екатерина Константиновна. Спасибо. Еще раз добрый день тем, с кем я не поздоровался. Ну, первое, что я хотел бы сказать, ответить надо на вопрос вообще, нужны ли нам научно-популярные СМИ, нужно ли вообще их обсуждать и, в общем, как-то заниматься этим направлением. Здесь существует, по крайней мере, две точки зрения. И связаны они с теми процессами, которые происходят сейчас и в обществе, и в журналистике в целом. Ну вот, на днях у нас в НГУ на кафедре журналистики выступал с докладом один представитель, редактор парламентской газеты, известный вам хорошо средством массовой информации. И по ходу дела было заявлено, что вот сейчас наша журналистика все больше превращается в один новостной отдел. Один новостной отдел. Что это означает? Это означает, что, ну, по мнению вот этого товарища и ряда других представителей средств массовой информации, прежде всего, журналистика все больше отходит от тех традиций канонов, которые существовали, например, в российской журналистике на протяжении столетий. И все больше подается давлению обстоятельств, связанных с необходимостью оперативно доставлять информацию в аудиторию. И тем самым она подается определенному перерождению. Сама профессия журналиста якобы меняется в корне. Это первая точка зрения. Ну вот вторая точка зрения, которой я больше склонен доверять и присоединяться, состоит в том, что по своей сути журналистика, как профессия, она не может настолько трансформироваться, чтобы превратиться в службу оперативного, так сказать, контроля за событиями. И всего лишь. На мой взгляд, журналист был, есть и должен быть, прежде всего, представителем общества, голосом общества. И задача должна состоять не только в том, чтобы доносить какие-то новости, но и в том, чтобы в определенной мере способствовать развитию общества в тех или иных наиболее важных направлениях. Так вот, с этой точки зрения, мне кажется, научно-популярная журналистика является одной из составных частей журналистской деятельности, которая, прежде всего, обеспечивает качественный уровень нашей журналистики и которая служит тем целям, которые, в принципе, и дают возможность обществу двигаться вперед. По крайней мере, если отвечать на вопрос, зачем нужна сегодня научно-популярная журналистика, то можно, как минимум, дать следующий ответ. И самой науке она нужна для того, чтобы оправдать свое существование, чтобы показать, насколько эта афера деятельности значима для общества, чтобы найти взаимопонимание между учеными, как минимум, и так далее. Государству она нужна для повышения уровня компетентности принятия адекватных, так сказать, решений на разных постах, на разных позициях. Бизнесу нужна для обеспечения притока квалифицированных кадров. Значит, если брать, скажем, общество в целом, то она нужна обществу для удовлетворения фундаментальной потребности познания окружающего мира, для поддержания стандартов критического мышления и отношения к событиям, происходящим в нашем мире. И эти важные моменты как раз и становятся теми самыми качествами, по которым можно и нужно признавать научно-популярную журналистику как одним из важнейших направлений журналистской деятельности. К сожалению, в наше время достаточно много можно наблюдать событий, когда происходит вытеснение научного сознания в силу процессов происходящих в самой научно-популярной журналистике в обществе, в отношении его к этой журналистике и так далее. И вот эти процессы, они часто носят негативный характер. То есть открывается возможность для пропаганды того, что называется кутин, эзотерика и прочее, то есть все эти хорошо вам известные феномены, которые раньше были на периферии где-то общественного внимания, вдруг становятся главными. И научное осознание, научное мнение, оно становится, так сказать, село вот этого обстоятельства только одной из точек зрения на мир, на все происходящее в мире. Это, конечно, очень серьезная проблема. Но я, может быть, уже здесь говорил о том, что по исследованиям, которые ЦИОМ проводила в 2011 году и другие эпохи, вот в 46 областях России выяснилось, что 32% населения считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Это тоже было, что в 13-14 веке. И этот процесс продолжается. 34% населения Америки, еще больше Германии, верят в то, что существует наяву в Урдулаке, что существуют летающие тарелки, что с нами рядом живут привидения. Это для них реальность. Так что вот подумать есть о чем. Ну а как оживить саму научно-популярную журналистику? Наверное, здесь есть несколько направлений. Одно из них, многие считают, состоит в том, чтобы более активно выступали сами ученые в средствах массовой информации, как носители точного знания. Ну а также, значит, за счет расширения самих возможностей научно-популярной журналистики, за счет расширения круга журналистов, которые будут заниматься вот этими значимыми для науки, для общества проблемами. Нам, конечно, наверное, уже известно, что в государстве дят курс на применение, так сказать, прорывных технологий, на создание науки, емкой промышленности и так далее. Ну а это, соответственно, требует достаточно высокого уровня научного представления в обществе о том, что происходит в промышленности, экономике и так далее. Все это предполагает, что изучение научно-популярных средств массовой информации является достаточно важной и значимой, и, в общем, актуальной проблемой для нас. И, естественно, что мы, как представители журналистской науки, должны приложить необходимую усилие для того, чтобы исследовать это направление журналистской деятельности, делать какие-то выводы и предложения. Значит, какие же направления здесь можно выделить, на мой взгляд, значимые для исследования нашими серьезными и молодыми учеными на предыдущий период. Ну, прежде всего, можно рассматривать то, что исторически как бы выдвигается на первое место. Это становление структуры научно-популярных СМИ в России и, в общем, этапы развития этих средств массовой информации. Здесь важно можно было бы отметить или акцентировать внимание на тех достижениях, которые были в этой журналистике на предыдущем этапе царской России и советский период. Особенно важно было бы указать на то, что советский период научно-популярная журналистика, которая тогда называлась в основном, вернее, вот этот вид деятельности назывался научной пропагандой, что практически одно и то же, но не будем сейчас в эту сторону удалять, просто заметим, что вот это направление было исключительно хорошо развито не только на уровне отдельных средств массовой информации, но и на уровне, скажем, общества знания, которое существовало с 1947 года и до начала перестройки, которое имело в своем распоряжении более 370 пропагандистов, которые читали миллионы лекции, были свои издательства, ну, я уж не говорю о средствах массовой информации, которые научно-популярны, которые выходили миллионными тиражами, такие журналы, например, как «Наука жизнь», «Знание сила» и масса других. Вот, к сожалению, произошло так, что в период перестройки это богатство было утеряно, можно сказать. Падение тиражей журнала сотни раз произошло, ну, где-то в десятки раз, но в основном сотни раз. Миллионные тиражи стали, в общем, только мечтой для представителей научно-популярной журналистики. Но и то, что осталось, и то, как говорится, хорошо. Значит, какие причины? Я тоже считаю, что это могло бы быть одним из направлений исследования по данному разделу, связанным с выяснением причин разрушения ранее существовавшей мощной системы научно-популярной пропаганды. Здесь можно было бы разговаривать, вести речь о смене общественного строя, о снижении платежей способности населения, о трудном положении научно-популярных СМИ, о падении профессионального статуса ученых в обществе, о неясности политики государства в сфере популяризации, о снижении образовательного уровня массовой аудитории, о сломе прежних ценностных установок и, скажем, недостатке профессионалов по падеризаторам науки. Но, тем не менее, научно-популярные СМИ остались. На развалинах, так сказать, бывшей системы существуют некие ранее хорошо известные и ныне известные журналы, такие как «Здоровье», «Наука и жизнь». Появилась масса других изданий в последнее время, в том числе и изданий, которые выходят в компьютерном, то есть в интернете, онлайновые версии различных изданий, печатных и прочее. В настоящее время можно исследовать, было бы три основных направления научно-популярных СМИ – печатные электронные интернет-ресурсы. Здесь масса существует, так сказать, масса изданий разного рода, которые каждый по отдельности бы заслужил внимания, но как направление это можно было бы расследовать в теории современной журналистики. Надо сказать, что в настоящее время в информационном рынке России присутствуют не только научно-популярные СМИ отечественные, но и зарубежные, лицензионные СМИ. Вот здесь момент такой, как конкуренция между отечественными и зарубежными СМИ присутствует на нашей территории. Это тоже важное направление, которое подсказало бы, наверное, ряд интересных моментов по улучшению деятельности отечественных СМИ. Значит, я недавно смотрел, какие каналы существуют и какие издания в интернете, и заметил, что множество из них перекочевало в настоящее время из печатных, так сказать, платформ, и, прежде всего, также из телевидия радио в интернет-пространство. Их вроде бы нет, этих некоторых журналов, например, Гео, другие исчезли, на самом деле они существуют в интернете, и это тоже хорошо. Да, еще что надо сказать, что в настоящее время, кроме, собственно, научно-популярных изданий, существует множество псевдо-научно-популярных изданий, которые себя называют научно-популярными. На самом деле они бывают посвящены, например, вопросам выращивания домашних животных, ловле рыбы, выращивание цветов и так далее. Это издания, которые в ходе анализа, конечно, тоже надо рассматривать, рассматривать как нечто, оно микширующее, что ли, деятельность научно-популярной журналистики. Важнейшим направлением исследований этого вида деятельности явилось бы исследование функциональных особенностей научно-популярной журналистики. Здесь надо выяснить... Рома, по времени есть? Пока еще есть. Минуты 3-4. Ну, давайте до 5 минут. Пока время есть? Вопросы не буду задавать, все равно, поэтому... Значит... Еще как будут, особенно... Значит, о функциях разговора, о чем можно было бы остановиться? Прежде всего, ну, поскольку все СМИ общие функции имеют, там, информационно-коммуникативные, там и прочее, но надо было бы остановиться, наверное, на собственно... функциях собственно-научно-популярных СМИ, которые, на мой взгляд, представляют или состоят из двух таких, трех подфункций. И первое, это когнитивная подфункция или функция, как угодно. Прикладная, ну, есть когнитивное расширение теоретической базы, да. Прикладная, значит, это способствование выработке навыков, основанных на научном знании, навыков аудитории в решении тех и иных проблем. И еще подфункции, функция борьбы с зленаукой. Это тоже очень важное направление, которое сейчас оживилось. Вот у нас была конференция недавно в факультете, небольшая с участием журналистов-практиков, где как раз обсуждались вопросы борьбы с зленаукой. Еще одно направление, тематические и жанровые особенности научно-популярных СМИ. Вот если речь вести о тематике, то здесь можно было бы обратить внимание на то, что сейчас существуют такие три основные направления тематические в освещении научно-попа. Это естественные науки, технические и гуманитарные. В разное время теории науки выходят на первый план или отступают. Но если взять сегодняшний период, то на первый план выходят науки, связанные прежде всего с биологией, психологией, нейропсихологией, все такие науки, которые раньше вообще где-то были на территории научного внимания и тем более внимания аудитории. В мире существует тенденция, вот сейчас, например, в Швейцарии, Германии и так далее, в тематическом определении журналистики, научно-популярной журналистики. Это движение в сторону таких наук, которые связаны прежде всего со здоровьем людей. Вот здоровье 30%, тематика занимает общей окружающей средой 22%, и нейротехнологии, особенно связанные с борьбой с ожирением и так далее. Конечно, если посмотреть с точки зрения глобальной задачи, которые стоят перед наукой, то, наверное, есть и более важные некоторые науки, которые определяют в целом развитие общества. Но они слабо воспринимаются аудиторией, поэтому общая тенденция движения к интересам, навстречу интересам аудитории, она и соответствующая меняет тематику выступлений в сторону движения к тем, которые являются наиболее значимыми для аудитории, а не для науки вообще. Так, теперь что касается жанров. Здесь применяется вся палитра жанров, их тоже надо исследовать, но и тех, которые есть и были традиционно печатных в СМИ, телевидение, радио, но важно было бы остановиться на том моменте, который связан с появлением возможностей, мультимедиа, конвергенции СМИ и так далее, которые влияют на жанровые формы журналистики, в том числе и научно-популярной журналистики. И здесь можно было бы пойти по пути исследования того, какие на данном этапе существуют жанровые формы журналистики, в том числе научно-популярной, и гипержанровые, медийные, и мультимедийные жанры и так далее. Очень богатые, на мой взгляд, направления, которые требуют исследования. Еще одно направление аудиторной особенности научно-популярных СМИ. Здесь два направления важных. Первое – это молодежные научно-популярные СМИ, рассчитанные на юношество, прежде всего на детей, и СМИ, которые рассчитаны на взрослую аудиторию. Вроде бы, как говорится, разницы особо нет. Но на самом деле, если рассчитывать на юную аудиторию, непременно придется совсем другие формы выражения какой-то научной идеи искать по сравнению с тем, как бы она была выражена применительно как взрослую аудиторию. Еще один аспект аудиторного направления – это исследование развития аудиторий вообще, которые свойственны тем или иным СМИ. Появляются новые аудиторные группы, новые, так сказать, сегменты аудитории, связанные с развитием науки и появлением новых научных направлений. Тоже интересное направление для научных исследований. Важно было бы и порассуждать в научном плане над теми изданиями, которые ориентируются не широкой публике, а ученым из других специальностей, других сфер специализации. Потому что с развитием наук возникает барьер между различными научными специальностями. Этот барьер может преодолеваться на уровне научной популяризации. Далее, уже окончаю все. Последний момент это формирование авторского состава научно-популярных СМИ. Но, как показывает история и современная практика, лучшими авторами научно-популярной журналистики считается, являются, вернее. Это, конечно же, ученые, то есть люди, которые прекрасно владеют предметом выступления, предметом своих рассуждений. И множество, было примеров, когда выступали в средствах массовой информации, начиная с Ломоносова, Циолковский, Ферсман, Сталетов, Флеров, Вавилов, Переман, Дроздов, Сергей Капецов, последний из великих, наверное, таких ученых, которые огромный вклад несли в научную популяризацию. Сейчас тоже был момент какой-то лет 10-15, когда ученые достаточно активно двинулись в сферу научной популяризации, но постепенно почему-то вот наметился спад. Почему? Потому что это, как оказалось, эта деятельность, научная популяризация, отнимает, как и вообще любая деятельность, очень много времени. У людей терять время на то, что не является главной профессией, главным полем приложения сил для ученого просто недопустима. Многие из-за этого просто перестали выступать. Ну, а какой же выход? Выход, очевидно, тот, который уже традиционно применяется, это формирование, обучение, развитие кадров научных популяризаторов на поприще, то есть, не на поприще, на платформе высших учебных заведений, различных изданий, научно-популярных, вот, создание, значит, когорты популяризаторов среди, в ингли, участь ученых, которые хотели бы этим заниматься и могли бы давать материал для обработки и так далее. Вот сейчас у нас есть, так формально существуют курсы, спецкурсы по научной популяризации в МГУ, МГИМО, насколько я знаю, высшей школе журналистики в Санкт-Петербурге, затем в Новосибирском университете, и вот при журнале, по-моему, как он назывался, ну, один вот из журналов запамятовал я, тоже имеет при себе небольшую площадку для обучения, но у нас вот журналисты не очень охотно молодые идут на эти специализации, как я заметил. Пришел один очень известный популяризатор в прошлом Губарев, его фамилия, забыл имя, отчество, ну, очень известный работал в правде и в других в общем изданиях выступал, очень активно он занимался популяризацией космоса. Владимир Петрович. А? Да, вот, спасибо, Владимир Петрович. Так вот, он пришел в аудиторию, там сидит одна девочка из всех заявленных, там, ста или сколько, он спрашивает, а где же другие? А они, говорят, заболели, одни там, это в поле, другие на работе, а третьи, еще где-то там. В общем, вот такое отношение. Почему? Потому что есть, ну, во-первых, не очень, наверное, понята цель вот этой журналистики молодыми нашими наследниками, которые занимаются популяризацией. А главное, что сокращается поле приложения сил. Многие издания, ранее имевшие приложения, рубрики, там, скажем, какие-то еще разделы, разделы в своих газетах, журналах и так далее, они закрывают эти направления. Почему? Ну, потому что деньги, да, денег от этого не получают. Как деньги вмешиваются, какой процесс, так они его начинают оптимизировать, да, то есть оптимизация здравоохранения, образования, журналистики, она приводит к сокращению. И сокращение за счет тех сфер, тех направлений, которые, как бы сказать, имеют гуманитарное значение для общества, где не армия, где не промышленность, а где вот то, что называется когнитивный капитал, да, неизвестно, когда он даст отдачу, и что из этого будет. Но мы будем надеяться на то, что с помощью нашего теперь нового учебного заведения высшей школы журналистики Казанского университета, мы в какой-то мере тоже исправим это положение, несем в свой клад, да, в развитии научно-популярной журналистики. Мне кажется, это будет правильно, по крайней мере, в расчете на будущее. Спасибо за внимание, если есть вопросы, я отвечу. А можно на перерыве кому надо, да. Тимур Витальевич Жутидинов. Да, ассистент капитал гурналистики. У меня будет вопрос, рассматривали ли вы интернет-площадки такие, как Geek Times, как бы познавательные и перевод зарубежный популярной науке Вердайдер, потому что вы говорили о средствах массовой информации конкретно, а это уже форумные площадки со своим рейтингом. Да, я об этом слышал, я не рассматривал. Существует масса других возможностей заниматься популяризацией блоги, площадки и прочее. В общем, огромные возможности есть, но этим надо заниматься кому-то, вот в чем проблема. А изучать это, конечно, можно и нужно. Я думаю, прекрасную дипломную работу нужно писать, можете сердце даже. по этому направлению. Спасибо. Большой вопрос. Я хотела бы немножко уточнить дело в том, что Александр Алексеевич вот не сделал нас ссылки, но он очень популярный журналистик, и Буханна, что Марк Петрович писал. Да, писал. Он есть среди классиков, да. Вы исследуете это направлений. Есть, он исследует, да. И я тоже исследовала с позицией детско-юношеских изданий, потому что раньше действительно было направлением стоящим, когда повышала образовательная логика, а сейчас это уходит, к сожалению. Да, я вот смотрел в интернете, там есть канал про освещение, там есть очень хорошие разделы для детей. Например, такой раздел я обнаружил, как логика. Вот кто их засмотрел? Для детей. Очень хорошие, кстати, там ведет этот раздел человек, можно сказать, всемирно известный в мире философии, Ирин Александр, это член Королевской академии Швеции и всех других академий мира, и в том числе преподаватель МГУ. Вот он ведет этот раздел для детей, очень доступно, интересно, хорошо. Ну, есть и другие некоторые площадки для детей тоже, но, конечно, надо, я думаю, все же больше правильное. Алла. Александр Алексеевич, если мы посмотрим на популяризацию науки в медиа, то условных, наверное, неусловных, можно разделить на специализированные и популяризацию медиа в универсальных средствах на северной информации. Да, можно. Иногда можно услышать такую точку зрения, что появление в большом объеме специализированных СМИ приводит к вытеснению этой проблематики тематики из универсальных медиа. И это как бы негативный такой момент. Как вот у нас было, например, с появлением канала «Культура», когда культура вытеснилась на телеканал «Культура», и остальные СМИ не посчитали, что можно сократить эту тему в своем контенте. Вот как вы к этому относитесь? Насколько это опасно? Я думаю, что здесь диалектика должна присутствовать в рассмотрении этого момента. Ведь научно-популярная тематика не единственная, которая имеет специализированное издание и присутствует общеполитическое, имеющее широкое тематическое направление издание. Но также существует разных изданий специализированных и не специализированных проблематика экономическая, культурная, спортивная, какая угодно. То есть это идет параллельно два процесса. Кто не желает заниматься, его не заставишь, как говорится, делать какие-то рубрики, водить. Но если человек беспокоится о своей аудитории в уровне развития, наверное, он может сделать приложение типа независимой газете или еще где-то. Я думаю, читатели всегда найдутся, потому что не все выписывают специализированные журналы, не все к ним обращаются. Есть достаточно большая группа, которая обходится без них. А, скажем, обращаются к газетам, предположим, или ради каким-то передачам, где тоже может быть наряду с другими темами обозначены научно-популярные темы. Можно? Да, можно. Владимир Юрьевна, Московский государственный институт культуры. Очень приятно. Я очень люблю Александра Алексеевича, у нас с ним даже мы где-то взаимно, мы дружим вузами. Да, вузами дружим, да. И очень люблю ваши доклады за то, что в процессе доклада рождается вопрос, и в конце он на него отвечает. Да, что сделать? Вы когда говорили, у меня постоянно пульсировала мысль, а если так грубо сформулировать, наше ли вообще это дело. И в конце вы, собственно, ответили на этот вопрос, что лучшими популяризаторами науки были сами ученые. И вот посмотрите, действительно, у нас было большое собрание в Фетербурге, как раз о нем говорили, по научно-популярной журналистике, в регионах разных этим занимаются. И посмотрите, везде получается, что почему-то у нас туда не очень идут студенты, не всегда у нас это так вот все цветет и процветает, как нам хотелось бы. Может быть, нам нужно заходить на другие площадки. Посмотрите, ведь в этом году в технические вузы и на фундаментальные науки, у меня по московским вузам статистика, по ряду причин, ломились студенты, то есть дети идут, хотят на фундаментальные науки, на технические науки. То есть к этому интересу. Молодой человек хороший вопрос задал Тимур, по-моему, о том, что прекрасно я сама читаю каждый день пост на уху, вот такой ресурс есть замечательный. То есть есть к этому интерес. Может быть, нам нужно заходить на чужое поле куда-то, нам, мне кажется, нужно внедряться на какие-то другие факультеты, другие вузы, а не заниматься именно не то, что совсем не надо этим заниматься, но, мне кажется, уже есть какие-то показатели нерезультативности развития этого направления подготовки на факультетах журналистов. Ну, это вопрос общий для журналистов, которые занимаются качественной журналистикой, так называют, то есть серьезными аналитическими какими-то проблемами. Любой человек должен быть компетентен, если он занимается анализом. Одно дело там побежать новость написать, а другое дело проанализировать ситуацию или проблему какую-то и так далее. Для этого надо обладать специальными знаниями. Конечно, если есть возможность получить образование на физфаке и еще плюс на журналистике или, может, курсы, наверное, это будет самый лучший вариант. Вот из всех, ну, те же наши экономисты, вот, например, Василий Селёнин, выдающийся журналист, который писал на экономические темы, он имел вот два образования экономической и журналистской, да. или там Аркадий Вагсберг, журналист и юрист, ну, уже это в литературке, это старшее поколение его помнят, наверное, только прекрасные тоже у него очерки были в литературной газете, но и многие другие. Есть вещи, которые надо сочетать. А на какой площадке, ну, это трудно сказать, кто у нас принят вообще, или кто это принимает решение такое, где это... Не хватает, собственно, компетенций писать о науке? Ясное дело. То же самое в любой сфере, куда торгается журналист, ну, а искусство, например, вот это мы так думаем об искусстве, там, о медицине мы все знаем, и политике еще мы все знаем, да. Да, большие специалисты, да. Но на самом деле настоящие специалисты в искусстве, там, и в медицине. Все равно, надо соединяться с этим человеком. Вот Антем самый лучший, по-моему, когда два взаимодействуют автора, ученый и журналист, который понимает, о чем говорит ученый, да, хотя бы не разбирается, но помогает ему оформить это в литературном плане выступление. Мне кажется так. Уважаемые коллеги, у нас большая... Просто очень хорошая тема. Согласен, у нас согласится с вами, да, они достаточно с компетенцией. Для другой страны у вас очень хороший термин прозвучал, очень круто, так сказать? Хороший термин прозвучал применительно советскому прошлому научной пропагандой. Да. Вот есть всегда опасность того, а кто компетентен-то? Вот экономику вспомнили, да, экономическое образование. У нас сегодня существует четыре версии, почему и какая у нас инфляция. как мы экономику должны популяризовать? Столько теорий, столько школ. И журналист, вот не есть ли это обреченность, вот и журналисты, и вообще любого берущегося в большое информационное пространство, говорить о науке, все равно пропагандистскую функцию на себя брать. Все равно он будет пропагандником какой-то одной школы, одного по-заглядам. Чем более широкую политику, вот в соцсетях на более таких свободных площадках можно, конечно, там полить труда, сбиться и все. А если мы говорим о более формализованных СМИ, то равно будет научная пропаганда. То есть вот когда надо какую-то школу конкретно проверить, ведет же на пятом канале утренние часы директор института Курчатова. Хорошо ярко ведет, но цель одной экономической школы и он не тащит через все, через гуманитарные и прочее знание, да? А вот он вообще из темы Табусевыми мы не можем там в полной степени ответить даже на некоторые вопросы, например, кто создал мир, попробуйте ответить. Да, вот это вопросы нешуточные ставите, да? Кто создал наш мир, Пропагандист это даже не вопросы, я даже не знаю, реплика, ваше мнение еще раз, здесь можно с точки зрения можно ли научно-популярной журналистики уйти от этой составляющей? Вы говорили про советское время? для того, чтобы уйти от нее надо быть выше, да? То есть надо суметь судить, какая из этих точек зрения верная, да? Журналист не может об этом судить. Даже вот я не беру какие-то наши заморочки политические и прочее, а вот скажем, взять теорию света, теорию света, да? Вот из чего состоит свет, кто мне скажет? из фотона. Из чего? Из фотона. Из фотона. Вот он говорит фотон. Фотон на теории есть, да? А вот насчет корпус-кулярной теории вы что-то можете сказать? Частик. Нет, да. А насчет волновой теории. А когда-то же эти вот одна, другая, третья теория, они появлялись и боролись. То есть на уровне вот таких фундаментальных наук тоже существует вот как ее назнают ну поле, а не поле, а как бы правильный термин найти, то много видений. Плюрализм. Плюрализм, да, ну плюрализм, но одна какая-то наверное точная боря, вторая а может просто мы же ведь в чем дело, мы всегда обладаем относительно истиной, да? Абсолютно и нет. Если относительно ну нам кажется вот что солнце вращается вокруг земля, и все, а что тут хоть убей. И надо этого там же дана подновить, чтобы зажарить, чтобы он не это, не возвращал людей. Вот. Нам так кажется. У кого-то другая позиция, потому что у него другой набор, другой уровень знаний, другие понятия, другие представления. я боюсь, не избежать этого. И если вы уверовали в том, что это верная наука, верные постулаты, вы будете все равно что делать. Такова наша жизнь. можно заполнить вот это. Обязательно. Галина Ивановна, буквально чуть-чуть, да, потому что время у нас идет неумолимо, идет вперед. Дело в том, что стоит вспомнить практику советских изданий, когда в редакциях организовывались клубные столы, на которых приглашали несколько ученых с их точками зрения. И потом это все публиковалось. Кто сказал, вот это? Да, да, было. То есть вот эта палитра, она была доступна зрителям, читателям? Ну, да. Люди должны видеть многогранность, многоаспектность и то, что мир, он превращается в одно в другое постоянно. Это же не какая-то отрезанная кузка, это движение. Мир в развитии постоянно. Один видит одно, другое, другое. Нельзя войти в одну реку дважды, сказал Геракрит. Это касается Гордона была, правда, она почему-то ночью была для этих, для вурдулаков и ведьмы. Вот, ну, хорошая была передача, в принципе, правда? Вот, там было несколько ученых приходили известных, ну, что-то наподобие того, о чем мы сказали. Давайте отпустим Александр Алексеевич. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вы можете задать вопрос Александру Алексеевичу в Белире. Александр Алексеевич, сегодня с нами буквально один день только, уважаемые студенты, кто хотел сделать интервью, имейте в виду, и Александр Алексеевич, сегодня у нас где-то до 16 часов, может быть, даже пораньше, они с нами и имейте в виду. Мы продолжаем работу, мы продолжаем работу. Уважаемые студенты, вот, есть свободные места, те, что же прохладные, вот там есть свободные места, вот там есть свободные места. Мне просто жалко на вас смотреться, вы, пожалуйста, может быть, займётесь. Продолжаем работу. Слово представляется заведующей кафедры журналистики Берзовского государственного университета, доктору филологических наук, доценту, левой издели, и кафедры. Её доклад заявлен в программе как к вопросу о реализации КСМИ задач стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Вот тут программа небольшая ошибка. До 2025 года. Подготовиться Алла Михайловна Ванну. Так, Есмель Константиновна, вас с презентацией я знаю, поэтому, пожалуйста. Уважаемые коллеги, здравствуйте и прошу вашего внимания на экран. Все звук образа. Ну, как есть. Русские народы победили в божество неповторимых самок. Попробуем тебя. Сейчас я лекарь. Мы национальное общество. Мы едим там. Люди и камень жили вместе. Вместе победили в самой страшной войне. Мы вместе жить и дальше. А тем, кто хочет и пытается убить нас, могу сказать одно. Не дождетесь. Владимир Владимирович Путин. Этими словами заканчивается концептуальная статья Владимира Путина «Россия. Национальный вопрос». Именно она, опубликованная в независимой газете в январе 2012 года, предшествовала выходу нормативных политико-доктринальных документов, регламентирующих межнациональные отношения. 7 мая 2012 года президентом Российской Федерации подписан указ об обеспечении межнационального согласия. 7 июня того же года указ о Совете при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. И 19 декабря 2012 года указом президента России утверждена стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. По замечанию известных экспертов в области межнациональных и межэтнических отношений Владимира Юрьевича Зорина и Майя Арташесовны Аства Цатуровой цитата стратегия акцентировала новационные ресурсы упрочения российской гражданской идентичности и стала важнейшим концептуальным документом влияющим на всю систему общественно-политических отношений. Конец цитаты. Стратегия входящая в комплекс документов государственного стратегического планирования представляет собой систему современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задачи, механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Положение стратегии конкретизируется планом ее реализации, утверждаемым председателем правительства России. План разрабатывается на каждые три года действия основного документа. Являясь важным политическим документом, акцентирующим вопросы новой идеологии гражданского нации строительства, стратегия представляет несомненный интерес для разных областей научного знания. Доказательством тому служат исследования, рассматривающие стратегию в историческом контексте, с лингвистической точки зрения, с позиций юридических и политических наук. Актуально изучить этот документ и в контексте науки о журналистике, поскольку институт СМИ играет важную роль в обеспечении межэтнического согласия в стране. Подтверждением тому являются слова руководителя Федерального агентства по делам национальности Российской Федерации Игоря Баринова. Цитата. Телевидение, печатные СМИ, интернет, социальные сети сейчас формируют повестку во всех направлениях и аспектах нашей жизни. И здесь нужна, конечно же, большая работа с журналистским сообществом в том, чтобы вопросы межнациональные, межконфессиональные освещались взвешенно, с четким пониманием той ответственности, которая ложится на авторов того или иного репортажа или статьи. Игорю Вячеславовичу принадлежит и следующая цитата. Средства массовой информации один из главных источников формирования общественного мнения. Влияние, оказываемое периодическо печатью, телевидением и радио на мировоззрение граждан и общественное сознание может стать эффективным средством борьбы с терроризмом и различными проявлениями дискриминации, повышение уровня толерантности в обществе, гармонизация межнациональных отношений или наоборот стать причиной роста межнациональных конфликтов. В проведенном нами исследовании акцентируется раздел информационное обеспечение и блок задач по национально-культурному развитию. Выбор не случайен. Если мы посмотрим на то, как представлен раздел информационное обеспечение в планах, пожалуйста, слайды в виде как... Плохо? Ну, я надеюсь, что вы поверите мне на слово в планах на 2013-2015 годы и в плане ныне действующем на 2016-2018 годы отдельные медиапродукты призваны реализовывать задачи именно по национально-культурному развитию, в частности, задачи по распространению знаний об истории и культуре народов России, обращая внимание, что только этот блок из задач стратегии представлен в разделе информационное обеспечение в планах. В настоящее время мы имеем возможность подвести некоторые итоги реализации плана мероприятий по реализации стратегии в 2013-2015 годах и обратиться к тем тенденциям, которые характерны для действующего сегодня плана. это период 2016-2018 года. Постараюсь сделать это в своем докладе. Цель исследования выявить способы и приемы реализации задачи стратегии в материалах средств массовой информации. Согласно заявленным в плане мероприятиям в качестве объекта исследования выступают телевизионные проекты каналов «Россия-1» и канала «Россия-культура». Михаил Игоревич Макеенко в учебном пособии «Медиа-система России», которая вышла в 2015-м году, констатирует, что телевидение есть важный сегмент медиа-системы, это наиболее массовая и востребованная аудитория СМИ. Видимо, поэтому большое количество заявленных в плане мероприятий по реализации стратегии телевизионные программы цикла документальных фильмов. В 2015-м году на телеканале «Россия-1» были показаны два цикла документальных фильмов «Онтология антитеррора» и «Россия без террора». Особое внимание автора этих проектов уделяют истории и культуре народов Северного Кавказа, подчеркивая недопустимость отождествления людей, исповедующих традиционный ислам, с представителями радикального течения. Это такие серии, как «Муки-святынь», «Чечня-возрождение», «Дагестан-война и мир». Распространению знаний об истории и культуре чеченцев, народов Дагестана способствуют аудиовизуальные приемы. Если позволит техника, мы сейчас посмотрим видеоряд. Но если возникнут вопросы, то может быть после выступления мы сможем посмотреть видеокадры. Итак, не буду задерживать аудиовизуальные приемы. Это кадры Музея Чеченской культуры под открытым небом Дон-Ди-Юрт. Это музей в Дагестане, представляющего собой кунацкие домики и воссоздающего прошлое предков. Рассказы местных жителей или ведущих проектов о национальных ремеслах. Чуть дальше. Да, вот примерно. Нет, еще раньше. Да. Да. Это как раз вы видите кадры музея под открытым небом Дон-Ди-Юрт в Урус-Мартане, городе Урус-Мартан Чеченской республики. Это кунацкие домики, так называемые, тоже этномузей в республике Дагестан. В качестве подтверждения синхронное местные жители рассказывают о особенностях культуры своего народа. Другие делятся воспоминаниями о тяжелом времени, когда велась Чеченская война. Также представлено сведения о вкладе народов Северного Кавказа в победу во время Великой Отечественной войны. Кадры без звука, так что это в видеоряд. Также представлены информации об этнокультурных ценностях для народов Северного Кавказа. А вот здесь звук. Идея разрушительной силы терроризма, которая разобщает людей разных национальностей и вероисповедания, воплощена в фильмах посредством видеоряда синхронов, а это мнение экспертов, политологов, историков, религиозных деятелей, рассказа местных жителей. Также содержание закадрового текста ведущего. Композицию дополняют историко-культурные вставки, посредством которых зрителю предоставляется информация о народах Северного Кавказа, тем самым способствуя реализации задачи по распространению знаний об истории и культуре народов Северного Кавказа. А также эти приемы являются значимыми в реализации задачи по обеспечению сохранения и преумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства, дружбы народов, межнационального, межэтнического согласия. Это задача стратегии. Канал Культура представлен в плане конкретным телевизионным проектом Пряничный домик. Это цикл документальных программ, которые открывают зрителю мир традиционных народных искусств и ремесел, рассказывают об их особенностях, исконных и современных чертах. Цикл программ политематичен, то есть каждый выпуск посвящен подробному рассмотрению определенного вида искусства или ремесла народов России. Это такие выпуски, как кружевная сказка, русская роспись, стеклодува. Серии об уникальности конкретных изделий или предметов быта. Подстаканники, платок узорный, катки, бочки бочата, резная икона. Например, выпуск «Кавказский костюм» имеет цель познакомить зрителя с особенностями национального костюма народов Кавказа, показать его роль в жизни горцев, рассказать о возрождении интереса к национальному костюму на Кавказе, а вместе с тем и к древним традициям народов. В данном выпуске акцентируются костюмы народов Дагестана. Выбор республики обусловлен ее многонациональным составом. Именно это и акцентируется в фильме. Показываются женские и мужские костюмы аварцев, кумыков, лакцев, даргинцев. Видеоряд сопровождается звучанием этнической музыки. Давайте попробуем посмотреть. Да, подальше чуть-чуть. Ну, включите, наверное. Подальше, подальше, подальше. Еще? Да. Вот. Вот. Все, достаточно. Эксперты рассказывают об особенностях национальной одежды, подчеркивая, что они обусловлены ментальными чертами народов. Выпуски пряничного домика содержат такие компоненты, как мнение экспертов, рассказы представителей того или иного народа, интервью с мастерами. Таким образом, каждый выпуск рассматриваемого телевизионного проекта, детально представляющего сведения о материальной и духовной культуре народов России, выполняет функцию распространения знаний об истории и культуре народов нашей страны. Важна и эмоциональная составляющая этого проекта. Ведущий всегда с интересом, гордостью и теплотой говорит об атрибутах культуры жителей разных регионов нашей страны. Прошу внимание на экран. Вот чуть на несколько секунд назад. Нет, нет, продолжаем. Продолжаем. Содержательное и географическое разнообразие этого цикла, композиционные приемы выпусков, позиция ведущего. Все эти компоненты значимы в реализации задачи по обеспечению и сохранению приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идеи единства дружбы народов, межэтнического согласия. А также задачи, как я уже сказала, по распространению знаний об истории и культуре народов России, в нашем случае народов Северного Кавказа. Поскольку план на 2016-2018 годы только вступил в сущности в свое действие, и мы можем наметить только некоторые штрихи его реализации в текущем году, то я позволю себе акцентировать такой проект, который, наверное, сейчас вызывает бурную полемику. Это специальный проект «Команда», который стартовал 5 октября 2016 года. Проект представляет собой соревнование, соревнование команд отдельных участников за право стать членом команды главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Но нас этот проект привлекает с научной точки зрения, не с точки зрения шоу, которые, в общем-то, доминируют, элементы которого доминируют в этом проекте. Нас интересуют те этнокультурные вставки, которые призваны реализовать задачу по распространению знаний об истории и культуре народов чеченского народа. А такие вставки есть. И в ненавязчивой форме зритель, который смотрит эту программу, жертв, что, наверное, аудитория небольшая, проект выходит в 23,50 один раз в неделю. Но таким образом, внедряясь в востребованные медиаформаты, такие этнокультурные вставки способствуют реализации стратегии. Я не случайно сказала об интеграции этой тематики в востребованные медиаформаты. Дело в том, что это один из пунктов плана по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики, что сейчас и мы можем наблюдать на канале «Россия-1». Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены основные приемы реализации стратегии государственной национальной политики. И на основании этого можно сделать вывод, что реализация задач стратегии достаточно эффективно осуществляется посредством телевидения. Благодарю вас за внимание. Уважаемые коллеги, пожалуйста, возникли вопросы. Подобрите. Уважаемая Екатерина Константиновна, вот вы в своих исследованиях постоянно обращаетесь к республикам Северного Кавказа, на Кавказе. В прошлом году вы тоже в Коми выриследовали эти генеры с теми это обзорен, так как Россия у нас в общем-то очень национальная и имеет около 200 этносов и наций. Поэтому вопрос такой. тема, наливана нашей великой родины. Не только к Чечне, народам Северного Кавказа. Этой темой я занимаюсь последние несколько лет и не претендую в своем лице заниматься изучением культуры других народов, потому что это отдельный огромный тематический пласт. Не буду анонсировать сегодняшние выступления на секции, но мои аспиранты и студенты как раз таки берут для своего научного изучения культуру других народов нашего государства. Почему Северный Кавказ? Во-первых, несмотря на достаточно сейчас благоприятную межэтническую обстановку в государстве, напряжение в отношении народов Северного Кавказа продолжает наблюдаться. Это имеет исторические корни. Из недавних относительно событий это Чеченская война 90-е годы и последствия ее мы ощущаем и сейчас. В бытовом общении это проявляется. В СМИ все меньше указывают национальность людей, которые нарушают закон в той или иной степени, но несколько лет назад вы знаете те люди, которые совершали террористические акты и были в сущности выходом из Северного Кавказа их называли по национальности. И это безусловно не могло не оказать определенного влияния на отношение к этому региону. Между тем народы Северного Кавказа к которому многие представители центральной части России относятся скептически наверное мягко говоря обладают своей уникальной культурой обладают своими уникальными традициями в основе которой лежат положительные позитивные имеют положительную позитивную основу ислам традиционный ислам который входит в состав мировых религий мира который придерживается канонов доброты мира соседства и так далее он подрывается тем что очень часто говорят о проявлениях радикальных течений ислама и так далее и интерес вот я несколько лет занимаюсь этой темой интерес к народам Северного Кавказа их культуре не укасает и с каждым годом появляются новые поводы для того чтобы изучать репрезентацию культуры народа Северного Кавказа в средствах массовой информации Екатерина Константиновна вы закончили свой доклад на очень оптимистичной ноте вы ждали эффективности реализации этой политики но эффективность это вот с точки зрения репрезентации на экране а с точки зрения эффектов на экране еще не означает что это будет как-то реализованное восприятие аудитории вот этот вопрос вы изучаете? Этот вопрос перспективен для изучения безусловно говоря об эффективности работы того или иного медиапродукта мы должны изучать и общественного мнения опять-таки не подумайте что я ссылаюсь на кого-то но действительно сейчас этот документ стратегии государственной национальной политики и конкретные информационные медиапродукты изучаются в рамках диссертационного исследования кандидатской диссертации и вместе со своим аспирантом мы будем изучать те эффекты которые оказывают в частности телевизионные проекты у меня собственно отчасти вопросы продолжают мы очень рядом с вами прошли с коллегами на вопросе у вас действительно очень оптимистично такое все хорошо очень эффективно ну вот не пытались ли вы вообще медиа теле теле телекомпания одна отдельно взятая в частности они существуют некой системе координат вне системно рассматривать и давать оценку эффективно неэффективно очень сложно вы не ставите свои задачи может быть это проводили просто не нашло исследование ну например прежде чем такой вывод сделать провести контент анализ хотя бы одного дня обещаний когда эта программа находится как раз в эфире в сетке эфирной которую вы нам представляли контент анализ того что идет дальше следом и предшествует этому на медиаполе на медиаполе доступен тому зрителю на который направлен эту программу возможно эффективность вся сводится к нулю за счет того что находится вокруг а вокруг находятся криминальные новости о которых вы уже говорили вокруг находятся общеполитические новости которые нам ничего о добром с вами не говорят вообще сегодня вокруг находятся экономические новости где масса претензий на информационном поле к экономической составляющей Северного Кавказа, например, почему там так, а у нас здесь так, ну и так далее. То есть вот этого, или вы сейчас просто этим занимаетесь? Ну, этим занимаемся, но я должна сказать, что логика исследования обусловлена тем планом, который действует, действовал в 2013-2015 на период. План, план, я просто как вот исследователь для вас прошу, потому что план-то понятно, тут все хорошо. Когда мы говорим, мы сидим эффективно, мы тут сидим эффективно, но это вообще не значит, что вокруг, наверное, все полюбили резкость СМИ и стали нас понимать. Мы тут не пустим координаты видеть, просто здесь вот, да, между планом. Делая вывод, что достаточно эффективно происходит реализация стратегии государственной политики на телевидении, я имела в виду, что появляются те проекты, которые призваны распространять знания об истории и культуре народов России. Это уже плюс по сравнению с теми, с тем временем, с тем периодом, когда подобных передач на телевидении было крайне мало. То, что касается этих проектов, которые представлены на «России-1» и «Россия-культура», это только часть того, что сейчас делается, потому что в плане задействованы и проекты канала «Мир» и телевизионные проекты канала «ТВ-центр». Что касается эффективности, то, наверное, вы правы, и я благодарю вас за рекомендацию, мы в рамках, опять-таки, диссертационного исследования затронем этот аспект и постараемся вот именно в этом аспекте его представить. Продолжение, наверное, это вопрос обсудения, но сначала хотел бы еще и возразить, что если сравнивать с советским временем, то культура Российской Федерации и Советского Союза была представлена очень хорошо, например, в Центральном Союзе. Я мог смотреть, например, раз в месяц на своем языке, на татарском языке канцерке, по Центральному телевидению, спектакль, обязательно в месяц на татарском языке показывать. Рабочий полник – это передача радиопрограмм. Почти каждый день на своем родном языке, я по Москве слушал концерты, песни и так далее. Этого сейчас вообще нуль, ничего нет. Поэтому то, что вы говорите, что это уже улучшение, и если по сравнению с советским временем, все-таки, я думаю, все-таки не очень хорошо обстоит дело в этом плане. Ну ладно, это хорошо, с этим мы согласимся. Но то, что вы представили, это в основном позитиве, песни и пляски, там, куманцкие дома и так далее, хорошо, но ваш доклад, там, для реализации национальной политики, очень много проблем в этом моменте, я считаю. Ну и как бы вы не смотрели, как вот эти проблемы в области межнациональных отношений, они отражаются в СССР. Есть ли они, имеются ли эти программы, которые отражают и направлены на решение этих правил. Так, вот я пример только приведу, у нас в Татарстане общество разделено почти полностью на половину по реализации двуязычей. У нас есть закон татарстанский, по образовательному там изучению функционеров двух государственных языков в Татарстане. Половина Татарстана считает, общество считает, что да, мы должны знать два языка, вторая половина считает, нет, у нас в России только русский язык является государственным, поэтому там изучение школ не обязательно. И форма, там, у нас интернет, сообщества, сетя очень бурные-бурные. И сегодня до сих пор идут дискуссии. Если влиять церковь с информацией. Или то, та же проблема ЕГЭ, например, кто там в национальных школах, это подкормил, там уничтожает нашу национальную школу и систему ЕГЭ. Потому что человек, который изучал математику, например, в течение 10 лет на одном языке, или физику, химию и так далее, другие предметы, они в конце, на выходе из школы выдают, вынуждены сдавать ЕГЭ на русском языке, московскую программу, поэтому родители уже все поголовно детей берут из национальной школы, потому что ЕГЭ они не могут сдавать, и национальной школе у нас уже идут. Ну, вот эти проблемы, они, наверное, не только на Топтане, у нас, другие наши республики имеются. Вот, не пытались выявить или в дальнейшем, может быть, как проблемы решения или вообще реализации национальной политики Российской Федерации, наши средства массово-мородовские работают, и как вот в этом плане обстоят дела? Я позволю себе ответить на все ваши реплики, начиная с той национальной политики, которая проводилась в советское время. Действительно, она была сильна, и мы не беремся сравнивать то, что есть сейчас, и то, что было в Советском Союзе. Дело в том, что основа этой национальной политики была сосредоточена в идее дружбы народов. И вы понимаете, все то хорошее, что было заложено не только в национальной политике в советское время, было очень сильно подорвано в период перестройки, распада Советского Союза и так далее. И поэтому потребовалось нынешнему руководству государства достаточно большое время для того, чтобы начать реализовывать новую идею сплочения российского народа, представленного огромным количеством наций, этносов и так далее. Я считаю, что это сейчас реализуется и осуществляется позитивно, опять-таки, по сравнению с тем, что мы наблюдали в конце 90-х, начало 2000-х годов. Это первое. Второе. Я бы, наверное, подкорректировала несколько вашу реплику относительно песен и плясок. Да, то, что было продемонстрировано, это песни и хореография, национальная хореография, в которой сосредоточена культура народов нашей страны. И не только Северного Кавказа. Танец – это олицетворение той культуры, которой придерживается народ. Поэтому песни и пляски – это этнокультура народа. Знание об этнокультуре наших народов, с которыми мы соседствуем, взаимодействуем, это залог того, что мы будем их лучше понимать. Что касается вашего основного вопроса относительно реализации языковой политики и представления этого вопроса в стратегии, то, конечно же, в рамках сегодняшнего выступления, да и если его продолжать это исследование дальше, мы не сможем изучить тщательно 11 разнотематических блоков задач этого документа. Их 11. Задач в каждом из этих блоков от 3 до 13. В том числе представлены вопросы и языка, национальных языков, государственного языка и так далее. В ходе исследования была выдвинута такая гипотеза, что средства массовой информации, обладая определенным инструментарием, ресурсами, которые свойственны только средствам массовой информации, и способны в сущности осветить все те аспекты, которые представлены в этом документе. Я не буду сейчас подробно останавливаться на его содержании. Он есть в интернете, есть в системе Гарант на сайте правительства Российской Федерации. С ним можно ознакомиться. Но это, конечно же, безусловно, тема отдельного исследования. Но все те болевые вопросы, которые сейчас характерны для нашего многонационального государства, правительство России постаралось в этом документе учесть. Да нет, скорее эффективность... Тут показали, как они пляшут у себя в селе, а здесь показали, как в Москве. И разные восприятия этой национальной пляски сразу возникают у аудитории. И перебьет вот та пляска, вторая в новостях. Потому что это задевает сразу столицу нашей Родины. Они еще постреляли, например, и так далее. Сказать, что эффективна в целом вся информационная среда... А вот если бы люди... А вот если бы... А вот если бы москвичи или представители, иные представители Центральной России понимали, что Лизгенко это не протестный танец, а национальный танец... Я не буду сейчас говорить. Его по-разному танцуют, его по-разному исполняют. И главы... Да, да. Но у всех есть танцы, у всех есть культура, но не у всех отношение к народам нашей страны такое, как отношение к Северному Кавказу. Я уже об этом говорила, что это вызвано определенными историческими критериями. А эффективность... Леонид Григорьевич, скорее знаете относительно чего? Относительно тех задач, которые в стратегии прописаны. В стратегии прописаны задачи, которые следует решить разным организациям, в том числе и тем или иным редакциям СМИ. Есть план. В этом плане указаны конкретные мероприятия, конкретные даже медиапродукты, которые призваны решить задачу стратегии. Вот насколько это удается, пока без изучения обратного эффекта, просто в плане того, что это мероприятие есть. Во-первых, оно внедрено в информационное поле нашей России. Это уже какие-то подвижки в реализации этой стратегии. А тут можно изучать и целевую аудиторию. Целевую аудиторию телеканала «Россия и культура», например, да, это же определенный сегмент аудитории, потребителей информации, которые обращаются к этому каналу. Опять-таки, «Пряничный домик» — это программа, которая выходит в обеденное время в субботы. Здесь очень много критериев, очень много нюансов, которые и вопросов, которые предстоит решить. Но в настоящее время мы сейчас говорим о плане реализации тех задач и стратегий, которые прописаны и утверждены президентом. Еще были вопросы? У нас эта тема, которую вы подняли у нашего вуза, она такая, вы знаете, тоже животрепещущая. Вы бывший ректор нашего вуза, ныне президент Дагестана. Мы проводим совместные мероприятия, культурные, мы проводим форумы. И вот у меня такой вопрос. В связи с этим, хотя кажется, что связи нет. Вы были на Северном Кавказе? Вы анализировали местные СМИ, региональное телевидение? Или вы только руководитесь теми федеральными СМИ, на которые с собой? Я была на Северном Кавказе, к сожалению, не во всех республиках, но я была в Чечне. Я хорошо знакома с представителями этой республики. Более того, в рамках докторской диссертации, которая была защищена в 2015 году, отдельно изучались республиканские журналы. Но я скажу, что я занималась и занимаюсь сейчас особенностями репрезентации этнокультуры народов Северного Кавказа в средствах массовой информации, поэтому изучение республиканской периодической печати проходило в контексте опять-таки отражения этнокультуры. Но были изучены такие журналы, как чеченские журналы «Нано», «Войнах», журналы «Народа Дагестана», «Дагестан» и так далее. Я там выросла. Спасибо большое. Я так понимаю, пока вопросов из соцсетей нет. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы с вами поступим таким образом. Сейчас, поскольку программа работы при народном заседании, время работы при народном заседании мы ограничили, поэтому мы с вами будем работать по факту, если вы не возражаете. И поэтому я сейчас... Мы сейчас, наверное, с Владимир Григорьевичем небольшой такой бантик проведем. Здесь не будем танцовать? Нет. Хотя... Каждый исполнит свой долг, но поздно. Может быть, сейчас еще кому-то... А, давайте тогда... Вы с нами же, а пока так же? Ага. Тогда мы бантик исполним попозже, такой стимул держать людей на предназначном заседании. Значит, мы сделаем следующим образом. Как минимум два доклада мы еще с вами выслушаем, а дальше будем смотреть по факту. Все-таки я не хотел бы затягивать заседание, заседание пленарное. Поэтому сейчас слово представляем шестериной Алле Михайловне, заведующей кафедрой телерадио-журналистикой Воронежского государственного университета, доктору филологических аук, доценту. Доклад называется «Возможности современного телевидения и потенциал метапрограмм в аспекте популяризации научного знания». Ну вот опять у нас пересечение, пересечка. И подготовиться я попрошу Черепанову Ларису Львовну с докладом. И я бы хотел, чтобы вот про районные СМИ мы с вами сегодня поговорили. А, Лукавр, пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, ну действительно так получается, что мой доклад будет своего рода логическим продолжением и развитием тем, затронутых в предыдущих докладах. И я хотела бы поблагодарить Александра Алексеевича за то, что он доказал важность пропаганды и позиционирования науки в СМИ. И я хотела бы также поблагодарить Екатерину Константиновну за то, что она уже избавила меня от необходимости доказывать эффективность именно телевидения как основного канала трансляции смыслов. Вот я хотела бы поговорить как раз о том, какие именно смыслы в сфере науки несет телевидение, что оно транслирует и каков его потенциал. Дело в том, что я не зря задала вопрос об эффективности. Это действительно очень важно. Не просто показывать науку, не просто сам факт того, что мы показываем, что-то или говорим, о чем-то имеет значение. Имеет значение тот факт, когда аудитория на это отреагировала и она приняла от нас эту информацию. С этой точки зрения телевидение не самый подходящий канал для трансляции научных знаний. Мне хотелось бы вспомнить слова Мейрхольда, который достаточно давно, и, правда, рассуждая о цирке, он говорил о том, что массовое зрелище нельзя усложнить. И вот средства массовой информации, как канал трансляции именно массового зрелища, с этой точки зрения усложнить их достаточно сложно. То есть, как это можно сделать на экране, обращаясь к массовой аудитории, как можно донести ей знания в сфере науки. Безусловно, мы будем смотреть какие-то передачи о науке, если у нас уже сформирован этот интерес. Но каким образом сделать так, чтобы это было интересно той аудитории, которая пока еще этот интерес не сформировала. И вот как раз об этом я и хотела бы поговорить, сославшись на слова Ирины Кимарской, режиссера АТВ, которая говорила о том, что мы настолько уже все упростили в средствах массовой информации, что на самом деле нам пора бы уже что-то усложнить. Но вот как это сделать на телевидении? Если мы обратимся к опыту, который был у нас на советском телевидении и даже на постперестрочном телевидении, то мы увидим великолепные образцы популяризации научных знаний. Но большая часть этих образцов, она, наверное, в каком-то смысле стилистическая, может быть, даже вот уже с точки зрения структуры, она утратила свою актуальность. Вот наверняка вам известно имя Владимира Кобрина, мэтра документального кино, который во всем мире считается одним из лучших специалистов в области пропаганды именно научных знаний. Вот я попрошу следующий слайд включить. Я не уверена, что получится запустить это видео, но если возможно... Нет, предыдущий слайд, и там видео. Если вы на него наведете курсор, Тимур, там появится внизу стрелочка, да, но звук, наверное, будет слабый. Вот если мы посмотрим на фрагмент видео, созданного Кобриным в свое время, мы увидим достаточно интересный рассказ об очень сложном явлении. Вот здесь он рассказывает о таком явлении, как шизофазия, как аудитории вообще рассказать о том, что это такое, как заинтересовать ее этим сложным явлением. И если мы обратим внимание на язык, который он использует, ну вот, наверное, плохо слышно. Вот он только означает ли современный человек осознает ли современный человек, что даже малое отклонение в причинах не могут приводить организованную систему к непредсказуемым последствиям и улучшением, и улучшением, и улучшение. Это его он использования компания эвалы. Очень классная мечта. Ну, давайте, наверное, остановим этот фрагмент. Я показала вам фрагмент фильма о шизофазии Гобрина. Вот это то, что, в общем-то, во всем мире признается, ну, не именно этот фрагмент, да, а творчество этого режиссера признается в качестве одного из образцовых подходов к популяризации научного знания. Однако надо заметить, что эти фильмы, они снимались достаточно давно, то есть около 20 лет назад. И, возможно, сейчас для современной аудитории вот такая трансляция информации, она в каком-то смысле уже утратила смысл. То есть я не уверена, что современная аудитория, которая начнет смотреть этот фильм, ну, она воспримет его как нечто актуальное, значимое, и действительно это будет востребовано. Что мы можем сделать в плане популяризации научного знания? Безусловно, мы можем использовать самые разные подходы, и средств популяризации их очень много, но я хотела бы остановиться только на одном из возможных направлений популяризации — это использование в наших передачах о науке такого явления, как метапрограммы. И мне хотелось бы напомнить вам, что метапрограммы — это ракурс нашего отношения к реальности, то, с какой точки зрения мы относимся к любому наблюдаемому нами объекту. Ну, просто чтобы вот, поскольку здесь студенты сидят, хочу просто пару слов сказать о том, что такое метапрограмма. Я думаю, что так аудитории это, в общем-то, не надо объяснять. Но, в принципе, метапрограмма — это то, что предопределяет для аудитории, что она возьмет для себя из передачи. Ну, вот даже здесь мы с вами сейчас присутствуем на этой лекции. Кто-то, если нас спросить после лекции, что и кто именно из нас запомнил после, ой, лекции, прошу прощения, после этого выступления, то станет понятно, что каждый из нас запомнил что-то свое. Кто-то обратил внимание на развитие действия, как это все происходило, кто-то обратил внимание на персоны, которые здесь присутствовали, кто-то зафиксировал для себя факты. То есть каждый из нас смотрел на эту реальность с точки зрения определенных метапрограмм. И аудитория, которая воспринимает медиа, электронные медиа в том числе, она также неоднородна. Она воспринимает из медиа какую-то определенную часть потока в зависимости от того, какая метапрограмма доминирует в восприятии аудитории. И вот если говорить о популяризации научных знаний, то здесь у нас несколько возможностей, и мы можем задействовать несколько таких метапрограмм. Я попрошу следующий слайд. Первая метапрограмма, к которой мы можем обратиться, — это метапрограмма «Люди». Эта метапрограмма будет интересна той части аудитории, для которой важно, кто именно позиционирует для них научные знания. То есть эта метапрограмма обусловлена прежде всего задачей архетипизации образа носителя знания. И для этой метапрограммы очень важен именно источник трансляции информации. Ну вот я здесь вам привела пример таких циклов фильмов, которые построены как раз на активной эксплуатации механизма этой метапрограммы «Люди», например, «Селена Стивена Хокинга» или «Открытие буддизма». Здесь принципиально важное значение имеет тот факт, кто именно несет нам эту информацию. При этом линия использования метапрограммы «Люди» может выстраиваться не только на архетипизации образов, когда мы показываем типичных представителей какой-либо отрасли науки. То есть если это профессор, то это именно профессор. Если это ученый в какой-либо определенной сфере, то по всем параметрам ученый. Но и на виртуализации персонажей, когда для того, чтобы рассказать о каком-либо научном знании, мы берем обычного представителя, вот как, например, Ричард Гир, его нельзя назвать вообще ученым, типичный представитель медийной среды, медиаперсона, но мы выхватываем из его личности те детали, которые виртуализируют его и позиционируют как человека, имеющего отношение к сфере информирования. И, конечно, основной механизм использования этой метапрограммы – это прототипизация образов. То есть когда мы берем не личность носителя информации во всем ее богатстве, а мы позиционируем этот источник информации этого человека только как ученого или только как носителя определенного знания. Следующая метапрограмма, которую мы можем использовать для популяризации знаний – метапрограмма ценности. Метапрограмма ценности прежде всего привлечет тех людей, для которых не важно, кто несет знания, но очень важно, какие знания. Очень важно то новое, что получает аудитория, представители этой метапрограммы, что именно они могут подчеркнуть из той или иной передачи. Принципиальным здесь становится механизм создания эффекта так называемого ага-переживания, когда мы открываем аудиторию то, что, как ей кажется, она могла бы понять и сама. То есть мы рассказываем о каких-то новых фактах, но рассказываем с той точки зрения, что эти факты, они просто открываются по-новому для аудитории, они не преподносятся как что-то сверхумное, непонятное, они открываются как достаточно традиционное такое понятное знание. Вот я привожу пример тех программ, где очень, на мой взгляд, эффективно использована именно эта метапрограмма, «Мост над Бездной», где Паула Волкова совершенно блестяще рассказывает о явлениях, которые для нас уже давно знакомы, ну, например, картина Рублева, но она рассказывает о троице, но она рассказывает, икона, да, но она рассказывает об этом так, что у нас формируется ага-переживание, то есть мы как будто заново смотрим и воспринимаем эту информацию. Ну и также, конечно, передачи Сергея Кобицы, очевидно, невероятно, эта метапрограмма, она являлась доминирующей в свое время. Реализуя метапрограмму ценностей, средства массовой информации активно обращаются к функции агента контрвоздействия, то есть для журналиста принципиально важным здесь становится изъять из восприятия аудитории, уже имеющейся в сфере представления о мире, в картине мира аудитории знаний из какой-либо сферы поверхностной и интегрировать восприятие аудитории более точные, серьезные знания. И, конечно, для этого используются очень разные средства эмоционального воздействия. Следующая метапрограмма, следующий слайд. Это метапрограмма сходства. Это та метапрограмма, которая чаще всего используется сегодня телеканалами для популяризации науки в молодежной среде. То есть это перенос знаний в сфере науки в обыденную реальность, когда используется компонент виртуализации событий, когда нарушаются традиционные схемы поведения людей. Но вот эту метапрограмму мы обнаруживаем в передаче, например, «Крушитель легенд», где некие знания в области науки преподносятся нам как бы с позицией нейтрализации стереотипов. И с этой точки зрения эта метапрограмма, она как раз и использует механизм, психологический механизм трансфера, когда аудитория, она в состоянии занять позицию одного из исследователей в этой сфере, как бы побывать на месте события. Следующая метапрограмма, которую мы можем использовать, — это метапрограмма «Процесс». То есть когда мы показываем процесс изобретения знаний научных или процесс совершения научного открытия, или когда процесс обсуждения научных знаний тоже становится активным. Но вот «Наука в кино» — это первый случай. Это тот случай, когда мы действительно раскрываем сам процесс создания или применения научных знаний в какой-либо сфере. Если говорить о программе «Гордон», которая сегодня уже упоминалась, это второй случай, это тот случай, когда процесс обсуждения какой-либо информации становится интересным для аудитории. И в этом случае мы используем такие эффекты, как драматизация, карнавализация и нарушение скрипта, то есть нарушение цепи последовательных действий. Следующая метапрограмма, которая тоже применима, — это метапрограмма «Прошлое». Метапрограмма «Прошлое» призвана рассказать нам с экрана телевидения, телевизора о том, каким образом в прошлом совершались какие-либо открытия или как они могли трансформироваться в ходе развития научной мысли. Основной эффект, который здесь может быть достигнут телевидением, это эффект мир впервые, создания ощущения мира впервые. Когда уже известные факты реальности по-новому воспринимаются аудиторией. И чаще всего телевидение сегодня здесь использует ностальгические образы и обращается к прецедентным текстам, цитируя кого-либо или показывая видеоизображения из прошлого. Вот пример такой передачи «Гений. Первая пятерка». Следующая метапрограмма, о которой я хотела бы сказать, — это метапрограмма «Достижения». Немножко рано вы переключили этот слайд, но не может. Метапрограмма «Достижения» — это метапрограмма, которую можно обозначить как разновидность метапрограммы «Прошлое». То есть это тот случай, когда мы показываем с экрана телевизора результаты внедрения уже каких-либо научных знаний. И мы показываем, каким именно образом эти научные знания повлияли на конкретную среду, среду, к которой имеет отношение целевая аудитория данного телеканала. Я хотела бы сказать, что вот эти метапрограммы в своем сочетании, они обеспечивают интерес аудитории к тому научному знанию, которое подается с экрана телевизора. И если мы посмотрим на историю развития отечественного телевидения, обратим внимание на то, какие передачи у нас вошли в сокровищницу развития научного телевидения, то мы увидим, что это прежде всего те передачи, в которых в максимальной степени концентрирована большая часть этих метапрограмм. То есть не какая-то одна, не две метапрограммы, а передачи, в которых метапрограммы комплексно используются. Следующий слайд. Для того, чтобы метапрограммы можно было использовать максимально эффективно, необходимо, конечно, соблюдение нескольких условий. Вот основные условия, я здесь попыталась вам привести. Первое — это достаточное время на обдумывание, потому что невозможно без рефлексии интериализовать какие-либо знания в сознании аудитории. То есть эти метапрограммы, их использование позволяет запустить процесс рефлексии со стороны аудитории, но ей необходимо некоторое время. Второе — это социальная ориентация. То есть, конечно, передачи о науке, обращаясь к аудитории, они должны быть очень четко ориентированы на целевую аудиторию. Невозможно рассказывать о том, что интересно мне, хотя это обязательно условие для журналиста и для автора программы рассказывать о том, что интересно ему. Но в первую очередь это должно быть все-таки интересно на аудитории. Не так давно я была участницей такого эксперимента на телеканале, нашем воронежском телеканале «Губерния», когда был запущен цикл передачи «Открытая наука». Уже сейчас сделано около 40 выпусков, где ученые нашего университета, Воронежского университета, рассказывают аудитории о тех, ну, в научно-популярном ключе рассказывают о тех фактах, которые кажутся им интересными для широкого зрителя. Но я должна сказать, что, ну, как мне кажется, этот эксперимент не совсем удачен, вот именно с точки зрения эффективности, потому что рассказ интересен. Форма подачи информации интересна, но она интересна для тех, кто уже в этой сфере находится. Насколько она интересна для широкой части аудитории, на мой взгляд, нет. То есть форма выбрана недостаточно эффективная. Почему? Потому что одним из условий эффективности метапрограммы, эффективности вообще научной трансляции с экрана, является использование различных семиотических систем. То есть, ну, известны слова выдающегося, наверное, оператора Кирокосова, который говорил о том, что если ты можешь не снимать, не снимай, если ты можешь о чем-то рассказать, рассказывай, но не снимай. Вот если на телевидении с экрана можно о чем-то рассказать, надо рассказывать, но не снимать. А на телевидении необходимо использовать все семиотические системы, в первую очередь, видеоряд. К сожалению, наши программы из области науки очень часто грешат тем, что это рассказ человека без использования видеоряда. Еще одно условие эффективности метапрограмм — это так называемая подсветка смысла. То есть, рассказывая аудитории, широкая аудитория о каком-либо сложном научном явлении, мы должны постоянно... Очень эффективно делается в передаче «Белая студия». Правда, это передача, ну, культурной направленности, нельзя ее назвать научной. Но там этот прием использован очень эффективно. То есть, если ведущая использует там термин, ну, например, каламбур, то она очень подробно в разговоре с человеком говорит, ну, ведь каламбур — это... и дальше начинает пояснять. Совершенно очевидно, что и ведущий, и гость прекрасно ориентируются в том, что это такое. Или, например, комедия «Дель арте». Но, тем не менее, она подробно это проговаривает для того, чтобы аудитория целевая тоже могла это понять. Следующий условий эффективности применения метапрограмм — это, конечно, интертекстуальность. То есть, опора на тот фоновый бэкграунд, который уже есть в восприятии аудитории. Мы должны апеллировать к тем знаниям, которые аудитории уже есть, и тогда это, возможно, ну, поможет актуализировать научную информацию, причем научная информация должна быть связана не только с научной же информацией восприятия аудитории, но и с различными сферами жизни аудитории, по которой у нее уже есть бэкграунд. И с этой точки зрения интересной формой работы сегодня, как мне представляется, является мультимедийная документалистика, которая позволяет через гиперссылки расширять контекст видео и выводить в случае необходимости фоновые знания аудитории, актуализировать их. Следующий условий эффективности метапрограммы — это речевое взаимодействие, то есть диалог должен быть выстроен с аудиторией напрямую, это не должно быть выстроено как только монологическая форма подачи, это должно быть активное взаимодействие с аудиторией. И в этих целях важно использовать открытый текст, то есть тот текст, который позволяет нам использовать повышенную модальность, использовать риторические вопросы, обращаться к аудитории тем, чтобы стимулировать ее более глубоко обдумать предлагаемую информацию. За неимением времени я, наверное, остановлюсь на этом тезисе, позволю себе закончить свой доклад. — Спасибо большое. — Пожалуйста, возникли ли вопросы наступающие? — Спрашивай. — Спрашивай. — Как же так? — Вопросы? — Алла Михайловна, метапрограмма — это термин из теории нервонистического программирования. — Совершенно верно. — Насколько это функционально в теории журналистики? Я, если честно, не встречала таких учебников, применительно в теории журналистики, вы можете на что-то сослаться? Или это вы ввели этот термин оттуда сюда? — По сути дела, да, ввела. Потому что, насколько я знаю, вот я сейчас не могу сослаться на каких-то конкретных исследователей, но я сталкивалась с попыткой введения этого термина в разных аспектах, в разной науке. wavelengths поскольку метапрограмма, она предполагает определенный ракурс восприятия реальности. Ну то есть вот, как я с этого начала свой доклад, что, допустим, мы смотрим одну и ту же передачу, но кто-то ее смотрит потому, что нравится ведущая, а кто-то ее смотрит потому, что интересны факты, а кто-то ее смотрит потому, что процесс интересен, а кто-то смотрит с профессиональной точки зрения интересно, как это снято. То есть метапрограмма обеспечивает нам определенный взгляд на реальность. И, ну, как мне кажется, этот термин, он здесь вполне удобен. Если мы вспомним монографию или как учебное пособие на истину Елены Евгеньевны Прониной, вот там у неё речь идёт о более масштабном явлении, о парадигмах мышления. Но парадигмы мышления, они в историческом контексте выстраиваются. Да, но тоже это ведь определённый ракурс восприятия реальности, но только реальности восприятия социума в целом. А здесь речь идёт об индивидуальном восприятии, о том, что в нашем сознании на определённом этапе развития человека, та или иная программа может быть просто актуализирована. Но почему важно в одной передаче постараться максимально задействовать всеми этой программой, потому что тогда, возможно, мы более широкую часть аудитории захватим этой темой, любой темой. Потому что люди будут смотреть по разным причинам, разным основаниям, но каждому будет интересно. А, термин, да, термин – это из другой сферы. Коллеги, пожалуйста, есть ли ещё вопросы, Калия Михайловна? Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, у нас в программе давайте мы сделаем следующим образом. Уважаемые Анна Анатольевна и Антон Юрьевич, да, как вы смотрите на то, чтобы всё-таки ваши доклады перенести в секционное заседание? Потому что работу принорного заседания сейчас по времени мы можем просто не успеть. Нормально, нет? Спасибо большое, потому что, спасибо за внимание, потому что время у нас так было ограничено. Но у нас крайний доклад предназначен на заседание сегодня. Потому что здорово, что дискуссии идут, и просто не замечаешь время дает действительно хорошо. Представляю слово Ачельфановой Ларисе Львовне, доценту кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательства университета, кандидату филологических наук. И тема доклада, вот на мой взгляд, очень интересная, там исследование, я знаю, было очень интересно. Журналист районного СМИ «Штрихи к современному потребу». Ну давайте посмотрим, послушаем. Сейчас у нас Тимур вышел. Я на время отсутствия Тимура, ну, поработаю. Там пока немного работы. Надо просто открыть слайд с картой. Уважаемые коллеги, я представлю результаты промежуточного этапа исследования, которое проводится у нас на кафедре. Исследование называется «Локальный медиадискурс. Перспективы оптимизации информационно-коммуникативных процессов». Естественно, в этом исследовании огромное количество задач, объемная цель. Мы сделали еще совсем немного, и именно поэтому мы говорим сегодня о штрихах. Мои коллеги, которые участвуют в этом исследовании, здесь, по крайней мере, большая часть их здесь. Так что мы все можем отвечать на вопросы, если они возникнут. Я позволю себе сократить формальные характеристики проведения анкетирования, на основании которого мы получили данные о штрихах к портрету. Уж очень хочется побыстрее посмотреть бантик. Поэтому я только скажу, что для оперативного получения результатов анкетирования мы обратились не сразу ко всей журналистской общественности наших районов и моногородов, а к их представителям, которые приехали в ближайший перми район на конкурс, ежегодный конкурс «Журналистская весна». Там было большое представительство, и там мы распространили свои анкеты. В результате мы получили практически тут же оперативно 71 анкету, которая была пригодна нам для обработки. Несколько там десятков было забраковано, потому что это были журналисты пермские, а мы интересовались районными. Результаты подсчитывались стандартными способами, я тоже ничего не буду об этом особенного говорить, и выражены, представлены в процентах. Вот, Тимур, если можно, следующий. Вот это как раз карта нашего края с обозначенными на нем СМИ, она интерактивная. Здесь просто картинка, но в принципе она висит в интернете. И там есть некоторая информация о тех людях, которые в них работают. Если кликнуть, то это можно увидеть. Итак, позвольте представить наиболее значимые, то есть наиболее частотные характеристики к портрету регионального журналиста по нескольким избранным параметрам, наиболее ярко выраженным. Журналист Пермского районного СМИ или районного СМИ Пермского края – это женщина, 31-40 лет, состоящая в браке и имеющая двоих детей. У нее нет специального журналистского образования, но есть высшее гуманитарное. Ее доход составляет 15-20 тысяч рублей в месяц. При этом временем на дополнительный заработок она не располагает. Считая, однако, что величина его должна быть в пределах 25-30 тысяч рублей. Она не состоит ни в каких профессиональных журналистских или писательских организациях, является приверженцем печатных СМИ и работает в редакции, где нет должности, связанной с технической подготовкой мультимедийных публикаций. Чаще она работает в информационных жанрах, но нередко обращается к аналитическим. Она владеет технологиями создания ограниченного количества мультимедийных продуктов – это слайд-шоу и интерактивная графика, не является сотрудником местных интернет-форумов, групп. Она никогда не проходила профессиональной подготовки курсов повышения квалификации. Среди ее родственников не было журналистов. Сама она раньше в СМИ не работала, но журналистом стала потому, что эта профессия ей интересна. Она работает в редакции, где преобладает дружеская атмосфера и где у нее есть настоящие друзья. В редакции ей комфортно, у нее есть свое место – стол, компьютер, телефон. Ей приходилось выполнять заказные материалы. А если не приходилось, то только потому, что не предлагали. При этом журналист в своей работе руководствуется принципами профессиональной этики журналиста, среди которых главным считает использование только проверенных источников информации. Вот такой у нас получился портрет в штрихах. Да, совершенно верно. После того, как мы представили этот результат в небольшой группе журналистов нашего края, в Союз журналистов у нас, в Доме журналистов, где был представитель краевой администрации, он пробубнил. Я так и знал. Напомним, что на этом этапе исследования мы предполагали установить некоторые выраженные характеристики. Но, очевидно, вы заметили, что некоторые вопросы обнажают или обозначают, сигнализируют, пульсируют какими-то проблемами, они достаточно драматичны. Позволю себе несколько характеристик прокомментировать. Вот теперь поехали дальше. Ответ на первый вопрос, естественно, не принес никаких неожиданностей. Очевидно, что процесс феминизации профессии характерен и для районных СМИ Пермского края, и среди участников анкетирования, вы видите, только четверть мужчин. Однако, обратив внимание на уровень дохода, дальше, пожалуйста, Тимур, мы вынуждены отметить, что, как в любой профессии, любой страны мира, феминизация всегда сопровождается или происходит по причине низкой заработной платы. По уровню доходов большинство, это больше трети опрошенных, находится в пределах 15-20 тысяч рублей, вы видите, да? И при этом, как я уже говорила, они не имеют дополнительного заработка, потому что у них нет на это времени, но интересно, что, высказывая пожелания к величине заработка, они добавляют к нему от 5 до 10 тысяч рублей. То есть очень такой скромный запрос. Пожалуйста, следующий слайд. По возрастному показателю, самой многочисленной оказалась трудоспособная, активная группа 31-40 лет. То есть люди, которые к этому возрасту обычно уже определяются с выбором профессии, получают образование. Однако, пожалуйста, дальше, тут обнаружилась еще одна особенность. При том, что более, ну, почти 77% имеют высшее образование, 72% опрошенных указали, что не имеют специального образования по журналистике, при этом преобладают, вот, как я уже говорила, гуманитарные филологии среди них, составляет чуть больше 13%. Видно, наверное, цифры, да? Можно не называть. Хорошо, спасибо. Профильное образование журналистика, это синий цвет на диаграмме, вы видите, да, представляет собой, ну, чуть больше четверти. Таким образом, с большой долей вероятности, можно утверждать, что большинство пермских районных журналистов получают профессиональные знания и навыки преимущественно на практике. И этот факт подчеркивает значимость профессионального окружения, той рабочей обстановки в редакции, в которую они погружаются, и качеств и взглядов журналистов, которые нам удалось выявить в результате анкетирования. Пожалуйста, дальше. Постоянной темой научных и научно-практических дискуссий у нас сейчас является обсуждение неустойчивости системы жанров журналистики, которые постоянно изменяются, видоизменяются и так далее. Вот в нашем исследовании мы попытались выявить реакцию журналистов на классическую, проверенную временем классификацию жанров. Преобладание информационных жанров, как вы видите, не абсолютно, хотя, конечно, их больше, это естественно, но достаточно велико количество аналитических жанров, их выбирали журналисты, я просто поясню. Они выбирали из предложенного. И они достаточно разнообразны. Следующий слайд, пожалуйста. Вот информационные жанры вы видите. И дальше, пожалуйста. Вот аналитические жанры. То есть они тоже достаточно разнообразны. И дальше, пожалуйста. Большое количество, смотрите, 52 человека, да, из тех 71, ответы которых мы обсчитывали, указали, что они работают в трех жанрах. То есть они такие люди, достаточно способные, да, писать журналистские тексты. Это не узкая специализация. Универсальность некоторая, я хочу сказать, здесь проявляется. Ну, были некоторые единичные номинации. Ну, я уже опущу этот комментарий. Там у меня, если кому-то захочется познакомиться подробнее, есть кое-что в сборнике. Следующий слайд, пожалуйста. Мы, естественно, спросили у них, насколько они рассматривают возможность существования, развития газет дальше. Какова будущность, да, наших газет. Так вот, большинство, 63 с лишним процента, так, секунду, не то, не то, сказала 91,5 процент, сказали, что они считают, что сегодня печатные СМИ нужны. 8,4 процента сказали, что только в составе медиахолдинга. То есть все-таки это волшебное слово было произнесено. И поэтому был вопрос, есть ли в вашей редакции специальная должность, связанная с технической подготовкой мультимедийных публикаций. Большинство ответов опять отрицательные, почти 65. И мы видим, что из этих ответов видим, что даже в тех редакциях, в которых есть люди, способные работать с электронными версиями или сайтами, это люди, совмещающие разные виды работы в редакции. То есть это не выделенная должность. Для выявления уровня профессиональной готовности работать с мультимедийными продуктами мы предложили участникам анкетирования выбрать из предложенного списка те варианты мультимедийных инструментов, которыми они владеют. Вот этот список и вот этот выбор. Достаточно большое количество участников анкетирования, серая полоса внизу, это люди, которые не указали ничего. Они не сказали нет, но они просто ничего не выбрали. Ну понятно, что здесь можно предположить, что скорее всего они и не знакомы с этим совершенно. Следующий, пожалуйста. Резонно был вопрос, насколько вы готовы, насколько вы готовитесь к этому. Оказалось, что никакого рода обучения, никаких форм обучения не проходили по мультимедийным технологиям, но тоже, видите, гораздо более половины. Сотрудничество с местными городскими интернет-форумами, информационными группами характеризуется преимущественно позицией СМИ-донор. То есть группа форум пользуется новостями, отвечают наши участники нашего исследования. Но мы вот оттуда не берем ничего и с ними никак не взаимодействуем. Следующий, пожалуйста. Да, это группа вопросов. Вопросы у нас вообще, их было 44, но их можно было объединить в блоки, поскольку блоки давали более объемную характеристику. Вот блок, который касается профессиональных принципов. Приходилось ли вам делать заказные материалы, вы видите ответ. Красные, да? Видно, что красные – это те, которые сказали «да». На вопрос, почему вы не делали заказные материалы дальше, пожалуйста, вот такая статистика. Видите, да? 8 человек из 71 дали ответ на этот вопрос. Из тех 8, которые дали, 5 ответили, не предлагали. При этом… Так, секундочку, скажу вам дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Да, при этом среди принципов своей профессиональной деятельности они называют профессиональную этику, профессиональные этические принципы, и причем значительное количество тех, кто участвовал в нашем опросе, это указал. Вот такой вот парадокс у нас обнаружился здесь. Ну, нас также интересовали мотивы прихода в профессию. И среди причин, которые лидируют, довольно общий ответ, оказался интересная профессия. Нам кажется, что это выражение некоего инфантилизма, да, такого, потому что выбор был другой. Этимур, будете добры, следующий слайд, мне кажется. Да, вот. Это все, что для вас главное в кодексе профессиональной этики. Еще у нас был интересный один вопрос, я его, кажется, пропустила. Да, да. И здесь у нас оказалось, что 27% использования только проверенных источников. Я вам это уже характеризовала. Хотя выбор достаточно большой. Указали только это. И следующий, пожалуйста. Вот причины, приведшие вас в профессию. Интересная профессия, этот мотив преобладает. И в завершении я могу сказать, что некоторые характеристики к современному портрету журналиста, которые нам удалось выявить, мы собираемся уточнить. Вот сейчас мы достигли договоренности с председателем союз журналистов, который помог нам установить непосредственный контакт с нашими СМИ. И мы будем добирать анкеты, чтобы портрет получился уже не в штрихах, а, так сказать, прописанным, более полным, более точным. Наверное, многие знают, что практическую журналистику сложно заставить отвечать на интересы или попросить отвечать на интересы журналистики ученых. Поэтому вот мы пошли таким путем, сближались через посредников. Нам показалось, что нам это удалось. Теперь анкета вывешена в интернете, она интерактивна, и на нее реагирует. Так что вот в ближайшее время мы соберем эту информацию. Ну, а точки проблемного поля, такие болевые точки проблемного поля оказались видны даже вот на таких скромных результатах. Вот, спасибо. У меня все. Боксары Анатолий Абрамов. Да, очень приятно. Очень интересный и такой замечательный доклад. Спасибо. Сколько процентов журналистов в районных местах состоят в профессиональном сообществе в Союзе журналистов Российской Федерации? Вы, сколько сказали, вы задали вопрос. Сколько процентов журналистов в районных местах состоят в профессиональном сообществе в Союзе журналистов Российской Федерации? Да, сейчас посмотрим. Секундочку. Я немножко сокращала доклад, поэтому, да, что-то упустила. Сейчас, если найду, сразу скажу вам. Очень незначительное количество из наших, из тех, кто принимал участие в анкетировании. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Нет, наверное, я прямо сейчас здесь не найду. Давайте я вам сообщу попозже, хорошо? Просто, чтобы не путаться. Можно еще уточнить? Вообще ничего неожиданного нет? Конечно. Да, да, да. Еще раз на функции, я прослушиваю, к сожалению, в начале. Дальше это не сплетено, в какое исследование, то есть цель этого опроса. Это же понятно, вы получили некоторые инструментарии для консультации дальнейшего работы. У нас большое исследование, оно называется «Локальный медиадискурс. Перспективы оптимизации информационно-коммуникативных процессов». Мы, если говорить о главной цели, мы выявляем роль и место районных СМИ в информационном процессе. И те формы, способы и приемы, которыми они пользуются для того, чтобы осуществлять эту функцию. Вот сейчас. Ну, выявить это не цель, выявить это решение задачи. То есть в процессе достижения какой цели? В процессе достижения какой цели? Для того, чтобы понять, ну, например, что делать в кафедре журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета. Для того, чтобы наши выпускники находили себе работу в районных СМИ, а районные СМИ были заинтересованы в том, чтобы наши выпускники у них работали. Мы должны понимать, какие проблемы есть в районных СМИ. Да, что нужно решать, с чем нужно туда приходить. У нас просто почти параллельно нашему старту в крае произошла встреча районных журналистов с губернатором. И там прозвучала такая просьба. Найдите, пожалуйста, средства для того, чтобы организовать целевое обучение специалистов для районных СМИ. Ощущение такое есть, да. Ну, нам кажется, что это очень важно, да. Скажите, пожалуйста, правильно ли я думала, что данные зимы будут печатать? Да. Это обусловлено тем, что нет? Просто тот конкурс, на который мы вышли с анкетированием, причины были в основном технические. Чего греха таить, это грант, как вы понимаете, да. То есть, когда упало, так сказать, на макушку, надо было действовать очень быстро. И для того, чтобы нам собрать хотя бы первую информацию, нам нужна была вот какая-то такая журналистская среда, которая бы точно отреагировала. Это был конкурс «Журналистская весна». Мы вышли туда. Но это не означает, что мы этим ограничиваемся. Конечно, нет. Вряд ли. У нас электронные и интернет-СМИ более чем в четыре раза в меньшем количестве в крае присутствуют. Более того, телевидение у нас в крае чаще всего очень связано, связано, ну, наверное, корпоративными обязательствами, я имею в виду права, если так скажу. Потому что это деньги крупных предприятий. Был бы еще вопрос? А эти с кем связаны? Очень многие районные СМИ работают самостоятельно, как теперь, да, показывают. Вот. И поэтому у нас еще предусмотрены глубокие интервью, несколько штук уже собрано. И интересно, что редакторы не дают согласия на публикацию этих интервью, даже если они будут безымянными, анонимными. То есть опасность некая внутренняя, локальная для редактора и для СМИ существует. Зависит от администрации, конечно. Да, да. Коллеги, есть еще вопрос? Пожелание есть. У нас в Чувашской республике выпущена очень большая книга. Ага. Энциклопедия журналистка Чувашской республики. Здесь же объемом 800 страниц. Ага. Если у вас нет, в общем, пожелание выпустили такую книгу журналистка. Ой, спасибо большое. Ваши слова, да бог в уши. Спасибо большое. Дорогие коллеги, сейчас... Да, да. Все ждут бантика. Бантик будет, будет. Коллеги, ну что, время нашей работы пленарного заседания неумолимо приближается к завершению. Поскольку у нас сегодня так хорошо по дискуссии, по темам, по фактам. Очень интересно, очень здорово. Ну вот, честно говоря, прям незаметно, почти три часа прошло. Большое вам спасибо за дискуссии.